Книга пророка Исаии. Глава первая. Бык знает хозяина, знает осел, кто кормит его. Только Израиль не знает, народ мой не ведает. Горе грешному народу, народу, чья вина тяжела. О, преступное племя, сыновья злодеи! Они оставили Господа, святым Богом Израиля пренебрегают, отступниками стали. Вам нужно, чтобы вас снова били упрямые бунтовщики. Голова у вас вся в ранах, все внутри кровоточит. От пяты до самого темени нет здорового места. Ссадины, кровоподтеки, кровоточащие раны. Не промыты, не перевязаны и не смазаны маслом. Земля ваша разорена, города сожжены огнем. У вас на глазах чужаки опустошают вашу страну. Все уже разорено, уничтожено, как Содом. Дочь Сиона осталась, как шалаш в винограднике, как сторожка при огороде, как осажденный город. Если бы Господь воинств не оставил нам несколько уцелевших, мы стали бы, как Содомы, уподобились Гаморе. Слушайте слово Господа, вожди Содома, народ Гаморры, внемли закону Бога нашего. Не нужны мне ваши обильные жертвоприношения, говорит Господь. Сыт я сожженными баранами и жиром откормленного скота. Мне не нужна кровь быков, кровь баранов и козлов не нужна. Вы являетесь предо мной. Но кто требует всего этого от вас? Зачем вы топчете дворы храма моего? Довольно приношений никчемных. Их дым омерзителен мне. Новолуние, субботы, собрания. Нестерпимы мне празднества грешников. Новолуние праздники ваши возненавидел я. Они в тягость мне, я устал их терпеть. Ко мне простираете руки, но я отвернусь от вас. И сколько бы вы ни молились, не буду я слушать вас. Ваши руки в крови. Омойтесь, очиститесь, удалите прочь от лица моего ваши злые дела. Перестаньте творить зло, научитесь делать добро. Стремитесь к справедливости, помогайте угнетенному, защищайте сироту, заступайтесь за вдову. Давайте же, говорит Господь, будем с вами судиться. Если ваши грехи, как багровая ткань, сойдут ли они за снег? Если они, как пурпур, сойдут ли за белую шерсть? Согласитесь мне покориться, насытитесь плодами земли. А откажетесь, будете бунтовать, станете добычей меча. Вот что изрекли уста Господа. Как же стала блудницей верная прежде столица? Ведь была она полна справедливости, правосудие в ней обитало, а теперь обитают убийцы. Серебро твое стало изгорье, твое вино водою разбавлено. Вельможи твои отступники водят дружбу с ворами. Каждый любит взятки, жаждет получать подарки. Не защитят в суде сироту, жалобу вдовы не разбирают. Поэтому так говорит владыка, Господь воинств, могучий Бог Израиля. Над врагами своими я восторжествую, отомщу своим недругам. Обращу против тебя свою руку, переплавлю тебя, а ты с гори очищу, все оскалено удалю. Судей твоих сделаю прежними, советников, такими, как раньше. Назовут тебя городом правосудия, назовут верной столицей. Все он справедливостью спасен будет, покаявшиеся жители его праведностью спасутся. Бунтовщиков и грешников гибель ждет, забывшие о Господе исчезнут. Позор принесут вам те деревья, которые и так дороги вам. Бесчестие принесут те рощи, что избраны вами. Ибо станете сами, как дерево, на котором увяло листва, станете словно роща, лишенная воды. Сильный будет, как пакля, делая его, как искра. И вспыхнут они, и никому не потушить их. Глава вторая. Так будет в последние дни. Гора, на которой храм Господа, будет стоять выше всякой горы, превыше всех холмов. Стекутся к ней все народы, соберется множество племен, и скажут они друг к другу. Пойдемте, взойдем на гору Господа, в храм Бога Якова. Он укажет нам стези свои, чтобы шли мы по его путям. Закон придет с Сиона, слово Господа из Иерусалима. Разберет он споры народов, многие племена рассудят. Перекуют мечи на лемехи плугов, а копья на садовые ножи. И не пойдет уже с мечом народ на народ, и не станут впредь изучать ремесло войны. Род Иакова, придите, будем ходить в свете Господнем. Ты оставил народ свой, сынов Иакова. Много у них людей с востока, гадатели у них, как у филистимлен, чужаков не счесть. Земля этого народа полна серебра и золота, бесчисленны сокровища его. Земля его полна лошадей, бесчисленны боевые колесницы. Идолов полна его земля. Эти люди поклоняются собственным поделкам тому, что сделали своими руками. Пали, унижены люди, и ты не простишь их. Укройся в скале, спрячься в земле из страха пред Господом из-за блеска и величия его. Потупятся надменные взоры, склонится гордость людская. Лишь Господь будет высок в тот день. Это день Господа воинств против всего гордого и вознесшегося и высокого и низкого. Против ливанских кедров, высоких и гордых, и башанских дубов. Против больших гор и крутых холмов. Против любой высокой башни и укрепленной стены. Против торшишских кораблей, кораблей с драгоценным товаром. И падет величие человека, покорится гордость людская. Лишь Господь будет высок в тот день, а идолы сгинут бесследно. Люди укроются в скалах, уйдут в норы под землю из страха пред Господом из-за блеска и величия его. Поднимется он, ужаснется земля. В тот день возьмет человек золотых и серебряных идолов, которых сделал, чтоб им поклоняться, и швырнет их кротам и летучим мышам. И укроется в расщелинах скал, будет прятаться в трещинах утесов из страха пред Господом из-за блеска и величия его. Поднимется он, ужаснется земля. Перестаньте надеяться на людей, на тех, чья жизнь в дыхании, ибо что они такое. Глава третья. Теперь Господь, Бог воинств, лишит Иерусалим и Иудею всех запасов и припасов, всего припасенного хлеба и всякого запаса воды. Лишатся они богатырей воинов, судьи и пророков, предсказателей старейшин, начальников над отрядами, сановников и советников, и мудрых чародеев, и искусных заклинателей. Я поставлю над ними юнцов, и те будут править им на беду. Станут люди притеснять друг друга, каждый им, ближнего своего. Будет юнец глумиться над старцем, никчемный, оскорблять почтенного. Человек схватит брата, родственника своего. Раз есть у тебя одежда, будь нашим вождем, руинами этими будешь править. Но тот в ответ воскликнет. Я не смогу исцелить вас. Нет, в моем доме ни хлеба, ни одежды. Зачем вам такой вождь? Иерусалим споткнулся. Пало иудея. Речи и дела их против Господа. Открыто бросают вызов очам Бога славы. Их несправедливость обличает их. Бахвалится своими грехами, как жители Содома открыто. Горе им. Они сами навели на себя беду. Счастлив праведник, хорошо ему. Насладится он плодами дел своих. Горе злодею, плохо ему. Что делал он, то и получит. О, народ мой! Начальники угнетают его, ростовщики властвуют над ним. О, народ мой! Вожди твои сбили тебя с пути, увели по неверной дороге. Господь встал, как обвинитель, встал, как судья народов. Господь будет судиться со старейшинами и вельможами своего народа. Это вы разорили виноградник, в домах ваших, отнятые у бедных. Как вы смеете губить народ мой, бедняков втаптывать в пыль? Говорит Господь, Бог воинств. И сказал Господь, заносчивы дочери Сиона. Они ходят, подняв голову, строят глазки, ступают мелкими шажками, позвякивая браслетами на ногах. За это Господь обреет им головы, сбреет им челки. В тот день Господь сорвет с них все украшения. Ножные браслеты, солнышки и полумесяцы, подсветки, браслеты для рук, покрывала, головные повязки, цепочки с лодыжек, пояски, пузырьки с благовониями, амулеты, персни и кольца для носа, дорогие одежды, накидки, плащи, сумочки, зеркальца, сорочки, тюрбаны и шали. И будет им вместо благовоний смрад, вместо пояса веревка, ни прическа, а выбритая голова, ни платья, дерюга на бедра. Вместо красоты позор. Люди твои падут от меча, на войне падут могучие воины твои. Врата столицы будут горевать, будут оплакивать ее. Покинутая на земь сядет она. Глава четвертая. В тот день ухватятся семь женщин за одного мужчину и скажут «Свой хлеб будем есть, своей одеждой обходиться, только сделай нас женами твоими, и сбавь от позора». В тот день росток Господень явится в красоте и славе, плод земли будет честью и красотой для уцелевшего остатка Израиля. Святыми будут названы оставшиеся обитатели Сиона, уцелевшие жители Иерусалима, все те в Иерусалиме, кто записан в число живых. Господь смоет с дочерей Сиона нечистоты, очистит Иерусалим от крови, духом суда, духом палящим. И тогда Господь сделает так, что над всею горою Сион, над местами праздничных собраний на ней. Днем будет облако, а ночью — дым и свет пылающего огня. Надо всем будет простерт покров славы. Этот навес, укроято дневного зноя, послужит убежищем и защитой от бурь и дождей. Глава пятая Я спою о моем друге. Это песня о друге и винограднике его. У друга моего виноградник есть на плодородном холме. Он оградой его обнес, от камней очистил, посадил в нем красный виноград, сторожевую башню воздвиг, да вильню построил. Надеялся собрать гроздья, но ягоды кислы. Вот, жители Иерусалима, обитатели иудеи, рассудите меня с виноградником моим. Что можно для виноградника сделать, чего бы не сделал я? Я надеялся собрать гроздья, почему же ягоды кислы? Вот, я расскажу вам, что я сделаю с виноградником своим. Я лишу его ограды, пусть оберут его дочисто. Стены разрушу, пусть вытопчут его. Я отдам его на разорение, пусть ни подрезан и ни прополод, зарастет он колючим терном. А облакам прикажу не лить на него дождь. Виноградник Господа воинств — это народ Израиля, обитатели иудеи, лоза, дорогая Господу. Он надеялся увидеть правосудие, а нашел беззаконие. Надеялся праведность увидеть, а слышит жалобы и вопли. Горе тем, кто приобретает дом за домом, поле за полем, уже и места не осталось. Что, лишь вам дано жить на земле? Я слышал, как Господь воинств поклялся. Домов много, но они придут в запустение. Большие и прекрасные дома станут безлюдны. Виноградник в десять цеми дав даст только бат вина, а хомер посеянного зерна принесет не больше ифы. Горе тем, кто с утра пораньше ищет, чего бы выпить, и просиживает допоздна, разжигая себя вином. Лиры и арфы, бубны и флейты, льется вино на этих пирах. А на дела Господа не смотрят они, на то, что свершает Господь, не глядят. И вот за свое неразумие в изгнание идет народ мой. Страдает от голода знать, простой люд измучен жаждой. И вот разверзся Шиол, широко распахнул свою пасть. Туда сойдут и вельможи, и люд простой, все, кто шумел и ликовал. Пали униженные люди, потупили взор гордецы. Господь воинств справедливостью своей возвеличен. Святой Бог своим правосудием показал, что он свят. Здесь, словно на пастбище, будут пастись овцы, и ягнята будут пищу искать на разоренной земле. Горе тем, кто на веревках лжи тащит за собою зло, впрягшись в грех, как в телегу. Они говорят. Ну же, пусть дела его станут видны поскорее, вот тогда мы и поглядим. Пусть же придет и свершится то, что предрек святой Бог Израиля, вот тогда и убедимся. Горе тем, кто зовет зло добром, а добро называет злом. Свет подменяет тьмой, а тьму светом. Сладость подменяет горечью, а горечь сладостью. Горе тем, кто мудр в собственных глазах, кто сам считает себя мудрецом. Горе тем, кто богатырь, как пить вино, и герой, как пить брагу с приправами. За взятку оправдывают злодеи, а кто прав, тот уходит ни с чем. Поэтому, как пламя сжигает стерню, как горит в огне сухая трава, так обратится их корень в гниль, а цветы их, как пыль, улетят. Ведь они отвергали закон Господа воинств, они пренебрегали словами святого Бога Израиля. И разгневался Господь на свой народ, простер руку, нанес удар. Содрогнулись горы, и трупы лежат на улицах, словно отбросы. Но и на этом не утих его гнев, рука его еще простерта. Поднимет он знамя, призывая далекий народ, свистнет, призывая тех, кто живет на краю земли, и они примчатся быстро, легко. Ни один из них не устанет, не споткнется, никто не уснет, не задремлет. Ни у кого не ослабнет пояс на бедрах, не лопнут ремни на сандалиях. Их стрелы остры, натянуты луки, копыта коней кремню подобны, колеса, словно вихрь. Раздается их львиный рык, рычание молодых львов. С ревом добычу схватив уносят, никто не спасет. Их рев над добычей в тот день будет, как рев морей. Взглянув на землю, увидишь тьму и скорбь, и тучи закроют свет. Глава шестая. В год смерти царя Азии я видел Господа. Он сидел на высоком вознесенном престоле. Края его одежд распростерлись по всему храму. Возле него парили серафимы, у которых было по шести крыльев. Двумя каждый прикрывал лицо, двумя – ноги, а на двух крыльях летал. И взывали они друг к другу, возглашая «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля полна славы Его!» От их голоса сотрясались основания врат, храм был полон дыма, и я сказал «Горе мне, я погиб! Ведь я человек с нечистыми устами, живу средь народа, чьи уста нечисты, и я вижу царя Господа воинств!» Один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь, он взял его с жертвенника. Он прикоснулся этим углем к моим устам и сказал «Это прикосновение снимает твою вино, прощен твой грех». И услышал я голос Господа «Кого мне отправить? Кто будет нашим посланцем?» Я сказал «Вот я, отправь меня!» Тогда он произнес «Иди и скажи этому народу «Слушайте, слушайте и не понимайте, глядите, глядите и не разумейте, помрачи ум этого народа, сделай этих людей глухими, сделай незрячими, пусть глаза их не видят, пусть не слышат уши, пусть ум не разумеет, чтобы они не свернули с дурного пути и не исцелились». Я спросил «Надолго ли это Господь?» Он ответил «Пока города не останутся без жителей, пока не станут дома безлюдны, а земля не придет в запустение. Господь изгонит людей, и великое опустошение воцарится в этой земле. Если останется здесь хоть десятая часть людей, снова нагрянет разорение. От дуба, от могучего дерева, когда повалят его, остается лишь пень, но из спня земли этой семя святое». Глава седьмая В дни царя Иудея Ахаза, сына Иофама, сына Азии, царь Арама Арицина, вместе с царем Израиля Пекахом, сыном Аримали, пошел войной на Иерусалим, но победы не добился. Когда людям Давидова дома возвестили, что войско Арама уже стоит в земле Ефрема, их сердца и сердца всего народа затрепетали, как деревья в лесу при порыве ветра. Тогда Господь сказал Исаии, «Иди с твоим сыном Шар-Ешувом и встреть Ахаза на дороге к полю Белильщика, там, где начинается водоток верхнего пруда. Скажи царю, слушай внимательно, сохраняй спокойствие, не бойся, не падай духом из-за того, что загорелись гневом эти две дымящиеся головешки, рецин с Арамеями и сын Римали. Да, Арамеи вместе с Ефремленами и сыном Римали замыслили против тебя злое. Они думают, вторгнемся в Иудею, запугаем их и подчиним, а царем над ними поставим сына Тавиала. Но Господь Бог говорит, не получится, не будет так. Над Арамом властвует Дамаск, а над Дамаском — Рецин. Пройдет шестьдесят пять лет и исчезнет народ Ефремлен. Над Ефремом властвует Самария, а над Самарией — сын Римали. Если ваша вера не тверда, не твердо стоите вы. И еще сказал Господь Ахазу, проси знак у Господа, Бога твоего, хоть снизу из Шиола, хоть сверху с высот. Но Ахаз ответил, не буду просить, не хочу испытывать Господа. Тогда Исаия сказал, слушайте, люди дома Давидова, мало вам, что вы людям в тягость, теперь хотите быть в тягость еще и Богу моему, но Господь Сам даст вам знак. Смотрите, дева зачела и родит сына, и назовет его Эммануил. К тому времени, как он начнет отличать хорошее от плохого, его пищей станут сливки и мед. И еще до того, как он научится отличать хорошее от плохого, земли тех двух царей, которых ты боишься, станут безлюдны. И тебе и твоему народу и роду твоему Господь пошлет такие дни, каких не бывало с тех пор, как Ефрем отделился от Иуды. Придет царь Ассирийский. И будет в тот день, свистнет Господь, призовет мух, что живут у дальних рукавов Нила, и пчелы с земли Ассирийской. Прилетят они, опустятся в долинах, заполнят расщелины скал, кустарник покроют, сядут у водопоев. В тот день Господь пошлет на вас лезвие, нанятое за рекой, царя Ассирийского, и сбреет вам волосы на голове и на ногах, и бороды тоже обреет. И будет в тот день, заведет человек корову и двух коз, они столько дадут молока, что сливками будет питаться он. Все, кто уцелеет на этой земле, будут есть сливки и мед. И будет в тот день, на месте виноградника, где росли тысячи лоз, ценою в тысячу шекелей, вырастут колючки и сорняки. Там будут ходить охотники с луком и стрелами, ибо вся земля колючками и терниями зарастет. На те склоны, что раньше мотыгой возделывали, ты уже не выйдешь, побоишься колючек и терний. Там будут пастись быки, будут ходить овцы. Глава восьмая Господь сказал мне, возьми дощечку побольше и начертай на ней песцовой палочкой, орудием человеческим, магер-шалал-хашбас. И я призову надежных свидетелей, священника Урию и Захарию, сына Иверехи. Я лег с пророчицей, она забеременела и родила мне сына. Господь сказал мне, назови его магер-шалал-хашбас. Еще до того, как этот мальчик научится говорить отец и мать, богатство Дамаска и добычу из Самарии понесут перед царем ассирийским. И еще сказал мне Господь, за то, что этот народ пренебрег медленными водами потока Силаамы, радуется Рецину и сыну Римали, за это Господь пошлет на него воды большой и могучей реки, царя ассирийского, во всей его мощи. Переполнены будут все русла, затоплены все берега. Придет потоп, захлестнет Иудею, поднимется по самое горло. Его крылья будут простерты над всей твоей страной, Эммануил. Знаете же народы и трепещите, внемлите дальние страны. Готовьтесь к бою, трепещите, готовьтесь к бою, трепещите. Совещайтесь, но рухнут замыслы ваши, сговаривайтесь, ничего не выйдет, ибо с нами Бог. Так сказал мне Господь, который взял меня своей рукой и велел мне не ходить путями этого народа. Он сказал, «Не все заговором считайте, что считает заговором этот народ. И того, чего он боится, вы не бойтесь, не страшитесь. Чтите святость Господа воинств, его бойтесь, его страшитесь. Он будет святыней, камнем преткновения, камнем, о которой споткнутся оба израильских царства. Будет он сетью, ловушкой для жителей Иерусалима. И многие споткнутся, упадут, разобьются, попадутся, пойманы будут. Обвяжи свидетельство это, запечатай это наставление, пусть будет оно у моих учеников. Я буду надеяться на Господа, хотя он лицо свое скрыл от сынов Иакова. На Господа я буду уповать. Вот я и дети, которых дал мне Господь. Мы знаки и знамени Израилю от Господа воинств, обитающего на горе Сион. Вам скажут. Обратитесь за советом к тем, кто вызывает мертвых и духов ведунов, к тем, кто шепчет и бормочет. Ведь всякий народ вопрошает своих богов, ради живых просит у мертвых наставления и свидетельства. Вам непременно так скажут. Но в таких словах нет силы. Будут они скитаться, терзаемые отчаянием и голодом. Голодные в ярости, проклянут они царя и Бога. Ввысь посмотрят они, землю взглядом окинут. Всюду горе и мрак, гнетущая тьма. В темноту изгнаны они, но не будет для угнетенных тьмы. Глава девятая. Как сперва унижены были земли Завулона и Нефалима, так потом они были возвышены. Приморский путь за Иорданией и Галилея страна чужих племен. Народ, живущий во тьме, увидел великий свет. Для тех, кто живет в стране мрака, свет воссиял. Ты дал им великую радость, даровал большое веселье. Веселятся они пред тобою, словно урожай собирают, радуются, будто делят добычу. Тяжелое ермо, бремя, что на плечи им давило, палку надсмотрщика, все это ты сломал, как в день победы над медьяном. И сапоги, топавшие громко, и одежды, запачканные кровью, будут преданы пламени, отданы в пищу огню. Ибо у нас родился младенец, мальчик дарован нам. На его плечи возложена власть и имя дано ему. Готовящий чудеса, могучий Бог, вечный Отец, владыка благоденствия. Крепкой власти его и благоденствию не будет конца. Он утвердит и упрочит престол и царство Давида справедливостью и праведностью отныне и вовеки. Рвение Господа воинств сделает так. Изрек Господь Иакову приговор, приговор настигнет Израиль и уразумеет весь народ ефремляне, жители Самарии. Они говорят надменно и гордо, кирпичные стены рухнули, а мы построим из стесаного камня, срублены сикаморы, мы кедрами их заменим. И вот их недруга, Фрицина, Господь укрепил, подстегнул их врагов. На востоке Арамеев, на западе Филистимлин. Они безжалостно пожирают Израиль. Но и на этом не утих его гнев, рука его еще простерта. Он бил их, но народ к нему не возвращался, не взывал к Господу воинств. Тогда Господь отсек Израилю и голову, и хвост, срубил и пальмовую ветвь, и тростник в один день. Голова — это старейшины, и знать о пророке, что вещают лживо, хвост. Вожди этого народа увели его с пути, те, кого они вели, заблудились. И Господу стали неугодны их юноши, сироты вдов, не щадит он. Весь этот народ, нечестивцы и злодеи, из их уст лишь мерзость исходит. Но и на этом не утих его гнев, рука его еще простерта. Разгорелось злодейство, как пламя, что пожирает колючки и тернии, сжигает заросли лесные, и дым восходит клубами. От гнева Господа воинств полыхает земля, народ, столпящий огню, никто никого не жалеет. Справа отрезали, остались голодны, слева стали есть, не насытились. Каждый грызет плоть руки своей. Монассия пожирает Ефрема, а Ефрем Монассию и оба против иудеи. Но и на этом не утих его гнев, рука его еще простерта. Глава десятая. Горе тем, кто злые законы издает, тем, чьи указы страдания несут, лишают бедняков правосудия, отказывают в справедливости обездоленным сынам народа моего, отбирают добро у вдов, грабят сирот. Что вы будете делать в тот день, когда кара на вас падет, когда буря прилетит издалека? Кому за помощью побежите? Где спрячете свои богатства? На колени станете пленными или падете мертвыми? Но и на этом не утих его гнев, рука его еще простерта. Горе о Сирии, орудию моего гнева, палка в ее руке, орудие ярости моей. Я направил о Сирию против народа нечестивого, обратил против племени, на которое я разгневался. Пусть она разоряет, грабит его, топчет, как уличную пыль. Но не этого она желает, помышляет не об этом. Задумала она погубить, истребить множество народов. Хвалится она. Все цари и служители мои, и Каркемиш, и Кально, и Арпат, и Хамат, и Дамаск, и Самария. Мне покорились царства, где тоже идолы и кумиры были, да побольше, чем в Иерусалиме и Самарии. И я сделаю с Иерусалимом и истуканами его то же, что с Самарией и идолами ее. Когда Господь окончит то, что Он свершает на горе Сионы в Иерусалиме, Он воздаст царю Ассирийскому за гордость сердца его, за надменность его очей. Ибо, думает царь, «Своей усилой я сделал все это, своим умом вот как я мудр. Я стирал границы стран, грабил сокровищницы их, властителей не звергал, как дикий бык. Богатствами народов овладел я, будто гнездо разорил. Как яйца из покинутого гнезда собрал я все страны земли. Никто и крылом не шевельнул, и клюва не открыл, и не пискнул. Но может ли топор возгордиться перед тем, кто им рубит? Может ли пила возвеличиться над тем, кто пилит ею? Взмахнет ли палка человеком, который держит ее? Поднимет ли дубинка того, кто живой, не из дерева? За это Господь Бог воинств слабыми сделает богатырей его, сожжет его славу, как на костре. И сам он, свет Израиля, станет тогда огнем. Он сам, святой Бог Израиля, сделается пламенем, и в один день сожжет, истребит его, истребит колючки и тернии. Лучшие леса и сады его будут опустошены, ничего живого не останется там, так жизнь покидает больного. Мало там уцелеет деревьев, переписать их сумеет ребенок. И будет в тот день, остаток Израиля, остаток сынов Иакова, не станет опираться на того, кто нанес ему удар, а будет опираться на Господа, на святого Бога Израиля, и будет верен ему. Остаток вернется, остаток сынов Иакова вернется к могучему Богу. О, Израиль, хотя ты многочислен, как песок морской, только остаток вернется. Предначертано погибель, обильное воздаяние. Господь, Бог воинств, свершит на всей земле предначертанную кару. Поэтому так говорит Господь, Бог воинств. О, народ мой, обитатели Сиона, не бойтесь Ассирии, которая палкой вас бьет, заносит над вами дубинку, как прежде египтяне. Еще совсем немного, и пройдет мое негодование, и мой гнев обратится на Ассирию, чтобы ее погубить. Тогда Господь воинств занесет над нею свой бич. Так он сокрушил медьянитя, но вороньего камня. Поднимет он жезл над морем, как некогда над Египтом. И будет в тот день. Спадет с ваших плеч бремя, возложенное ею. Ермо, что она вам на шею надела, разломится. От Самарии идет он. Он миновал Айят и прошел через Мигрон, оставив обоз в Мехмасе. Они преодолели ущелье. «В Геве остановимся на ночь!» Затрепетала Рома, из Гевы Сауловой жители бежали. «Галим!» «Кричи громче!» «Слушай этот крик Лайша!» «Вторь ему, она тот!» Обезлюдила Мадмина, попрятались жители Гевима. «Враг уже сегодня станет возле Нова, и будет грозить рукою горе Сион, холму Иерусалимскому. Теперь Господь, Бог воинств, отсекает ветви, страшна Его сила. Высокие срублены, вознесшиеся пали. Рубить железо лесную чащу, повержена великолепие Ливана». Глава одиннадцатая. Из корня срубленного дерева Иесеева поднимется новый росток. От корня этого произрастет молодой побег. И прибудет на нем дух Господа, дух мудрости и понимания, дух разумения и силы, дух знания и благоговения пред Господом. Благоговение пред Господом наполнит его. Ни по виду он будет судить, ни по слухам станет решать. Дела бедных рассудит он честно, тяжбы обездоленных на этой земле решит справедливо. Покарает он землю жезлом речей своих, дуновением своих уст уничтожит злодея. Подпояшется он справедливостью, верность будет поясом ему. Будет волк жить вместе с ягненком, леопард ляжет рядом с козленком. Теленок и лев станут вместе кормиться, и маленький мальчик их будет пасти. Медведица и корова станут пастись вместе, их детеныши будут лежать бок о бок. Будет лев, словно бык, питаться соломой. Младенец будет играть возле змеиной норы, ребенок руку положит на гнездо гадюки. Зла и вреда уже не станут творить на моей святой горе, ибо знание о Господе наполнит землю, как вода наполняет море. И будет в тот день, корень Иисея сделается знаменем для народов, и народы к нему обратятся, и страна его прибудет во славе. И будет в тот день, во второй раз Господь поднимет свою руку и вернет себе остаток своего народа, вернет уцелевших из Ассирии, из Египта, из Патроса и Куша, из Элама и Ишинара, из Хамата и Приморских земель. Поднимет он знамя перед народами и вернет изгнанников Израиля и изгнанниц Иудеи с четырех концов земли и соберет их. Ненависть Ефрема утихнет, исчезнет враждебность Иудеи. Ефрем не станет ненавидеть Иудею, Иудея не будет враждебна Ефрему. На западе они прогонят филистимлин, вместе возьмут добычу у племен Востока. Они наложат руку на Эдом и Моав, и аммонитяне покорятся им. Тогда Господь осушит залив Египетского моря, занесет свою руку над рекою и пошлет свой сильный ветер и превратит реку в семь ручьев, которые можно перейти, не разуваясь. Тогда проляжет путь для остатка его народа, для тех, кто уцелел, путь из Ассирии, как это было в день ухода Израиля из Египта. Глава 12. Ты скажешь в тот день, «Восхвалю Тебя, о Господь!» Ты гневался на меня, но ярость Твоя миновала, и Ты утешил меня. Ведь Бог меня спасает, на Него надеясь, и нет во мне страха. Ведь Господь — мощь моя, Он — сила моя, Он — спасение мое. Радостно будет черпать воду из источников спасения. Вы скажете в тот день, «Хвалите Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте народам Его дела, говорите, как высоко Его имя. Пойте о Господе. Величественны дела Его, да будут известны по всей земле. Ликуйте, веселитесь, обитатели Сиона. Возвеличен средь вас святой Бог Израиля». Глава тринадцатая Пророчество о Вавилоне, то, что провидел Исаия, сын Амоца. «На голом холме поднимите знамя, зовите их громко, рукой машите, пусть входят в ворота вождей». Я дал повеление своим святым, разгорелся мой гнев, и призвал я богатырей своих, кто с ликованием радеет о величии моем. Слышен шум на горах, будто шум полчищ людских. Это ракочут страны, собираются народы. Господь воинств созвал войско для битвы. Они идут из дальней страны, от самого края небес. Господь и орудия гнева Его опустошат всю землю. Рыдайте, близок день Господа, опустошение сильный не спаслал. У людей ослабеют руки, сердца замрут от страха. На всех нападет страх, охватят их боли, мучения, страдания, как у женщин при родах. В ужасе взглянут они друг на друга, лица у них запылают. День Господа настаёт, жестокий день, в нём ярость и пылающий гнев. Превратит Он землю в пустыню, уничтожит её грехи. Небесные звёзды и созвездия не будут больше сиять. Взойдёт тёмное солнце, и луна светить перестанет. Покараю я мир за грехи, злодеев, за их преступления. Обращу в ничто гордость надменных, гордыню угнетателей не звергну. Я сделаю так, что люди редкостью станут, реже чистого золота, реже золота и зафира. Я заставлю небо содрогнуться, и земля сдвинется с места от ярости Господа воинств в день его пылающего гнева. Тогда, как испуганные серны, как овцы без пастуха, люди разбегутся, каждый к своему народу, каждый в свою страну. Кого поймают из них, того пронзят остриём, кого схватят, убьют мечом. Их детей убьют у них на глазах. Дома разграбят, а жены бесчестят. Пошлю я на них медян, народ, что не ценит серебра и золота, ни во что не ставит. Сразят они юношей стрелами, младенцев не пощадят. Они не знают жалости к детям. Вавилон, прекраснейший из царств, слава и гордость халдеев, погибнет. Так Бог уничтожил Содом и Гаморру. И уже никогда никто не поселится в нём. Во веки никто не будет там обитать. Там араб шатра не раскинет, пастухи не пригонят туда стада. Дикие твари туда придут, совами наполнятся дома. Будут страусы там обитать, козлища косматы и будут скакать. Залают гиены в крепостях его, завоют шакалы в роскошных дворцах. Близок уже его срок, его время идёт к концу. Глава 14. Господь пожалеет Иакова, вновь изберёт Израиля, вернёт израильтян на их землю. Иноплеменники к ним присоединятся, примкнут к сынам Иакова. Народы приведут сынов Иакова на их родину, и там, на земле Господа, потомки Израиля обратят эти народы в своих рабов и рабынь. Они возьмут в плен тех, у кого сами были в плену, станут властвовать над теми, кто их угнетал. И когда освободит тебя Господь от страданий и страха, от тяжёлой работы, которые тебя принуждают, ты споёшь о царе Вавилонском насмешливую песню. Вот и не стало угнетателя, вот и конец его ярости. Сломан Господом посох злодеев, в жезл властителей, что яростно бил народы, нанося удар за ударом, правил ими свирепо, безжалостно их притеснял. Теперь по всей земле настал покой и отдых, звучат весёлые песни. Радуются кипарисы, рады ливанские кедры. Говорят они, ты повержен, и никто уже нас не срубит. А внизу Шеол всколыхнулся навстречу тебе. Мёртвых он разбудил, разбудил всех владых земли и с престолов поднял царей. Они скажут тебе, теперь ты беспомощен, как и мы, ты стал подобен нам. Величие твоё и звуки арв всё это низвержено в Шеол. Ложе твоё из червей, черви покрывало твоё. Вот и пал ты с небес, звезда рассветная, сын зари. Разбился ты о землю, победитель народов. Ты думал, взойду на небо, выше звёзд божьих поставлю престол свой, воссяду на горе Сонма, на вершине горы Цафон, на облака взойду я, Всевышнему уподоблюсь. Но ты низвергнут в Шеол, вглубь ямы могильной. Всякий, кто тебя увидит, глазам своим не поверит. Неужели вот этот сотрясал землю и царство рушил? Это он обратил целый мир в пустыню, все города в руины, пленников не отпускал. Цари всех народов лежат с почётом, каждый в своей гробнице. Лишь ты без погребения оставлен, брошен, как сгнившая ветка. Ты лежишь среди мертвецов, среди тех, кто мечом порублен, в каменистую яму сброшен. Твой труп попирают ногами. Других похоронят, а тебя нет, ибо ты страну свою погубил, свой народ истребил. Пусть же сгинут потомки злодеев, и имени от них не останется. Бойню готовьте его сыновьям за преступление их отца. А иначе они овладеют землёй, весь мир покроется их городами. Я поднимусь против них, говорит Господь воинств, не останется от Вавилона ни имени, ни следа, ни детей, ни потомков, говорит Господь. Я сделаю его урочищем ежей, превращу в болото, вымету метлой истребления, говорит Господь воинств. Господь воинств поклялся. Всё будет, как я задумал, мой замысел осуществится. Сокрушу я Сирию на моей земле, на моих горах растопчу. Народ мой избавится от её ерма, спадёт с его плеч её бремя. Вот решение, что судьбы целого мира меняет, вот рука, что над всеми народами простёрта. Господь воинств решил, кто отменит его решение. Простёрта его рука, кто её остановит. В год смерти царя Ахаза было такое пророчество. Не радуйся, земля филистимлен, что сломан жезл бивший тебя. От змейного корня родится аспид, а плод аспида — змей летучий. Дети бедняков сыты будут, обездоленные получат покой. А твой корень голодом я погублю, уничтожен будет остаток твой. Плачьте, врата, город взывай, земля филистимлен, содрогнись. С севера надвигается дым, воины идут, не покинут строй. Что сказать в ответ послам чужеземным? Что Сион воздвигнут Господом, там прибежище для бездоленных сынов его народа. Глава пятнадцатая Пророчество о Моаве Разграбленный за ночь, затих Армаав, затих Кирмаав, разграбленный за ночь. Жители его пришли в храм, жители Дивона, плача, в святилище пришли. О Нево и о Медиве рыдают Моавитяне, головы их обриты, обриты бороды их. По улицам ходят в дерюги, на крышах плачут они, плачут на площадях и сходят они слезами. Хежбоны и Леале такой подняли крик, что даже в их отце слышно. Дрожат бедра Моава, трепещет его душа. О Моаве рыдает сердце мое. Моавские беженцы пришли в Цор, выгладши Лишию. Плача, восходят они по Лухицкому подъему, на дороге в Харанаем рыдают о своей беде. Пересохли воды Немрима, и трава увяла, сгинула вся трава. Зелени не видать. Моавитяне уносят пожитки, остатки былого богатства, уходя за ущелье Аравим. Крики моавитян слышны на границах страны. Доносится их вопль до Иглаема, до Беэры Лима. С кровью смешались воды Дивона, но я еще и другое ему готовлю. Пошлю я львов на уцелевших моавитян, на всех, кто выжил в этой стране. Глава шестнадцатая Властителю земли отправьте в дар баранов, и села через пустыню на холм дочери Сиона. У брода через Орнон, Моавитянки будут, как бесприютные птицы, выброшенные из гнезда. Постановите, решите, пусть ваша тень, словно ночь, даст защиту в полуденный зной. Беженцев ты укрой, скитальца не лишай защиты. Мавских беженцев приюти, укрой от того, кто ограбил их. Когда угнетатели сгинуты, прекратится грабеж, когда уже не будут они землю эту топтать, верностью тогда утвердится престол, и на нем в шатре Давида будет всегда восседать судья, чтобы творить справедливость, неустанно вершить правый суд. Слышали мы про гордость Моава, о, как он горд, про его наглость, гордость, ярость, пустую хвастливость. Вот за это Моаву пришлось оплакивать себя, рыдает весь Моав. Несчастные, как вы скорбите по изюмным сластям Кир Хоресета. Виноградники Хешбона погибли, погибла лоза Севмы. А ведь некогда от этой лозы пьянели владыки народов. Тянулась она до Езера и далее по пустыне. Разрастались побеги ее, протягивались за море. Плачу и я вместе с Езером над лозою Севмы. Пусть оросят вас мои слезы, о, хешбоны и ляле. Ни в пору летнего сбора плодов, ни в пору жатвы возгласов радостных у вас не слышно. Стихли в садах ваших ликований и веселья, в виноградниках смолкли песни и восклицания. Не топчут ягод в давильнях, возгласы радостные прекратились. Мое сердце, как арфа о Моаве, стонет, душа моя стонет о Кирхересе. Явятся моавитяне в святилище свое, сил не будут жалеть. Придут они в храм свой молиться, но это им не поможет. Такое слово о Моаве Господь изрек прежде, а ныне Господь говорит. Через три года, считая так, как считают годы при найме работников, слава моавитян обратится в позор. Сколь бы ни были они многочисленны, уцелеет лишь малый остаток, ничтожный и слабый. Глава 17. Пророчество о Дамаске Город Дамаск исчезнет, в развалины превратится. Города, что ему подвластны, покинуты будут навеки. Стада пастись там будут, лягут, никто не спугнет их. Не будет у Ефрема городов укрепленных, не будет царей в Дамаске. С остатком жителей Арама случится то же, что и со славой израильтян, говорит Господь воинств. И будет в тот день, а скудеет слава Иакова, его тучное тело исхудает. Это будет похоже на жатву, так рука срезает колоси, так в долине Рифаимов после жатвы колоски подбирают. Уцелеют лишь немногие, будет, как после сбора оливок, лишь две-три оливки на конце ветки, в сплетении ветвей четыре-пять оливок, говорит Господь, Бог Израиля. В тот день человек взглянет на своего Творца, обратит взор к святому Богу Израиля и не станет больше глядеть на жертвенники, которые сам строил, не будет уже смотреть на то, что воздвиг своими руками, на аширы и на курильницы. В тот день будут покинуты их укрепленные города, так Хивеи и Амареи покинули все пред лицом израильтян. Настанет опустошение. О Боге ты забыла, о том, кто тебя спасает. Не думаешь ты о скале от вердыни своей. Прекрасные лозы сажаешь, разводишь чужеземный виноград. В тот день, когда ты их посадишь, уже вырастают они, саженцы в то же утро уже начинают цвести. Но твой урожай исчезнет, когда придет день страданий, день нескончаемой боли. О горе! Ведь это шум бесчисленных народов, шумят они, словно моря. О, это рев племен! Ревут они, как могучие воды, ревут племена, как безбрежные воды. Но когда он им пригрозит, они убегут далеко, понесутся они, как мекина, по горам, гонимая ветром, как в бурю перекати поле. Вечером ужас придет, а к утру их уже не станет. Вот судьба тех, кто нас грабил, участь мучителей наших. Глава восемнадцатая Горе стране стрекочущих крыльев, что лежит за реками Куша. Посылают вестников по морю, по водам, в папирусных лодках. Ступайте, посланники, быстрые, к народу рослому, безбородому, что страх внушает повсюду, к народу с невнятной речью, к народу-завоевателю, чья земля изрезана реками. «Увы, обитатели мира, жители всей земли! Будет поднято знамя на холмах, вы увидите, протрубит труба, вы услышите». Так сказал мне Господь. «Я буду смотреть спокойно, в обители моей пребывая, когда засияет солнце, и знойная Марьева встанет, когда в жатву, в день знойной, повиснет туманная дымка. Прежде жатвы, когда минует пора цветенья, и вместо цветков появятся зреющие грозди, будут побеги, обрезаны садовыми ножами, срезаны и выброшены будут побеги. Все они достанутся в пищу птицам горным, зверям земным, станут летом птицы их пожирать, а зимой звери земные. Тогда принесут дары Господу воинств, от народа рослого, безбородого, что страх внушает повсюду, от народа с невнятной речью, от народа завоевателя, чья земля изрезана реками, принесут их на место, нареченное именем Господа воинств, на гору Сион. Глава девятнадцатая Пророчество о Египте Господь воссел на легком облаке, летит в Египет. Дрожат пред ним идолы Египта, сердце Египта замерло от страха. Я сделаю так, что Египет ополчится сам на себя. Брат нападет на брата, сосед нападет на соседа, город на город, царство на царство. Египтяне перепугаются, лишу я их разумения, и они обратятся за советом к идолам, к призракам, к тем, кто вызывает мертвецов и духов ведунов. Властителю жестокому отдам я Египет, суровый царь будет ими править, говорит Господь, Бог воинств. Воды моря отступят, и река пересохнет, обмелеет. Смердеть станут протоки, реки Египта иссякнут и пересохнут, почернеют тростник и камыш. Заросли на нильских берегах и хлеба, что растут у Нила, увянут, развеяны будут, исчезнут. Зарыдают рыбаки, слезами зальются те, кто рыбу в Ниле удил, поникнут горе сноте, кто закидывал в воду сеть. В отчаянии впадут чесальщики льна, ткачи побледнеют. Будут предельщики сломлены горем, скорко хватит души работников наемных. Как глупы цонские вельможи! Мудрецы, советники фараона, безумные советы дают. И вы фараону говорите, что вы потомки мудрецов, потомки древних царей? Где же они, твои мудрецы? Пусть они тебе скажут, пусть все узнают о том, что определил Египту Господь воинств. Цонские вельможи разум потеряли, новские вельможи обманывают себя, сбили с пути Египет главы его племен. Господь помутил их разум, и они совсем сбили Египет с пути. Теперь Египет, как пьяный, дорогу потерявший, который топчется в своей блевотине. И уже никто не поможет Египту. Ни голова его, ни хвост, ни пальмовая ветвь, ни тростник. В тот день египтяне будут как женщины, задрожат они в страхе пред Господом воинств, когда Он занесет над ними руку. Земля Иудеи станет ужасом для египтян. Если упомянут ее, любой из них ужаснется, вспомнив о том, что определил им Господь воинств. В тот день в Египте будет пять городов, говорящих на языках Ханаана и давших клятву Господу воинств. Один из них будет зваться городом солнца. В тот день посреди Египта будет стоять жертвенник Господа, а у границы священный камень Господа. Это будет знаком и свидетельством о Господе воинств в Египте. Когда они, угнетенные, воззовут к Господу, пошлет он к ним избавителей и вождя, который их спасет. Откроется Господь египтянам, узнают они Господа в тот день и принесут ему жертвы, и совершат хлебные приношения, дадут Господу обеты и исполнят их. Господь нанесет египтянам удары, он же их исцелит. Когда они обратятся к Господу, он услышит их мольбу и исцелит их. В тот день проляжет большой путь из Египта в Ассирию. Ассирийцы будут приходить в Египет, а египтяне в Ассирию, и будут египтяне совершать поклонения вместе с ассирийцами. В тот день Израиль станет третьей державой, будет наравне с Египтом и Ассирией. Он сделается благословением посреди земли. Господь воинств благословит их так. Благословен народ мой, народ Египта и творение рук моих Ассирия и удел мой Израиль. Глава двадцатая. В год, когда военачальник, посланный Саргоном царем Ассирийским, подступил к Аждоду, осадил город и взял его, в тот год Господь сказал Исаии, сыну Амоца, «Сними дерюгу, что на бедрах у тебя, и обувь с ног сними». Исаия так и сделал, стал ходить голым и босым. И сказал Господь, «То, что раб мой Исаия три года ходит голым и босым, это знак и знамение о Египте и куше. Так царь Асирийский погонит плененных в Египте и захваченных в куше юношей и стариков голыми и босыми, с обнаженными бедрами на позор Египту. Ужаснуться опозорены будут те, кто с надеждой взирал на куш и восхищался Египтом. В тот день жители этой приморской страны скажут, «Вот что стало с надеждой нашей, с теми, к кому мы обращались за помощью, чтобы они защитили нас от царя Асирийского. Как же спастись нам теперь?» Глава 21 Пророчество о приморской пустыне Подобное ураганам, что над Негивом несутся, идет он из пустыни, из страшной земли. Видение грозное явлено мне. Предатель предает, грабитель грабит. Элам, нападай, Мидия, осаждай, теперь положу я конец всем стоном. Боль мне чрево пронзила, объяли меня муки, как женщину, что рожает. Ничего не слышу от горя, ничего не вижу от страха. У меня упало сердце, я дрожу от испуга. Сумерки, прежде желанные, ужасом стали для меня. Накрыли стол, расстелили ковры, едят и пьют. «Вставайте скорее, вельможи, смажьте ваши щиты!» Так сказал мне «Господь, иди дозорного выставь, чтобы он возвещал то, что видит. Увидит он колесницы, в каждую пара коней вприжена, и людей на ослах и верблюдах. Пусть будет он начеку, пусть начеку будет». И воскликнул глядевший, «О, Господь, всегда в дозоре я стою здесь в дневное время, по ночам остаюсь на страже. Вот они, боевые колесницы, в каждую пара коней вприжена». И тогда он провозгласил «Пал, пал Вавилон, его идолы разбиты, повержены на землю. О, народ мой, обмолоченный на таку, то, что слышал я от Господа воинства, от Бога Израиля, возвещаю теперь тебе». Пророчество о думе «Окликают меня из Сеира». «Стражник, скоро ли кончится ночь? Стражник, скоро ли кончится ночь?» Отвечает стражник. «Наступило утро, и все же ночь длится. Захотите спросить еще, спрашивайте, приходите снова». Пророчество об Аравии «В Аравии в зарослях ночь проводите вы, караваны деданцев. Жаждущим дайте воды, люди земли тема, несите скитальцам хлеб. Ведь они бегут от меча, от обнаженного меча, от натянутого лука, от жестокой войны». Так сказал мне Господь. Через год, считая так, как считают годы при найме работников, померкнет слава кидарцев. Из лучников, воинов кидарских уцелеют лишь немногие. Это сказал Господь, Бог Израиля. Глава двадцать вторая Пророчество о долине видения. Отчего собрались на крышах твои жители с криками громкими, город шумный, город бурлящий. Твои павшие пали не от меча, не в бою они сражены. Вожди твои бежали, в плен попали, луки бросив. И все, кто там был, попали в плен, хотя убежали они далеко. Поэтому я и сказал, не смотрите на меня, буду я плакать горько, не пытайтесь меня утешить, ведь мой народ разорен дотла. Это день Господа, Бога воинств, день смятения, разгрома, беспорядка в долине видения. Удар за ударом в стену, и горестный крик несется к вершине горы. Воины из Элама приготовили колчаны свои, везде колесницы, люди и кони. Воины из Кира уже поднимают щиты, прекраснейшие долины твои полны колесниц, всадники выстроились у ворот. Иудея лишилась защиты. В тот день вы обратили свой взор к оружию, что в деревянном доме. Вы заметили, как много пробоин в стене города Давида. Вы собрали воду в нижнем пруду, осмотрев дома Иерусалима, вы разобрали некоторые из них, чтобы этими камнями укрепить стену. Между двумя стенами вы устроили водоем для воды из старого пруда. Но вы не обратили взгляд свой к тому, кто предрешил все это, не устремили взор к тому, кто задумал это еще в давние времена. В тот день Господь, Бог воинств, призвал вас плакать, рыдать, головы обрить, в дерюгу облачиться. Но вы веселитесь, ликуете, режете быков и баранов, мясо едите и пьете вино. Давайте есть и пить, ведь завтра мы умрем. Возвестил мне Господь воинств. Этот грех не простится вам, вы умрете. Так сказал Господь, Бог воинств. Так сказал Господь, Бог воинств. Иди и передай вельможише вне царскому управляющему. Кто ты здесь и где здесь твои родные? Как ты посмел здесь вырубить гробницу для себя? Высоко ты вырубил гробницу, сделал себе жилище в скале. Но Господь тебя выбросит вон, о, человек! Он крепко схватит тебя, скатает тебя в ком и закинет в обширную страну. Там настанет конец тебе и роскошным колесницам твоим, о, ты, позор для дворца твоего господина. С места твоего я скину тебя, ты будешь изгнан с должности своей. И будет в тот день, призову я раба моего, Элиакима, сына Хилкии. Я облеку его в твои одеяния, припаяшу поясом твоим, и передам ему всю твою власть. Он станет отцом для жителей Иерусалима, для потомков Иуды. Я возложу ему на плечо ключ от дворца Давида. Он откроет, и никто не закроет. Он закроет, и никто не откроет. Я сделаю его гвоздем, вбитым в прочное место. Он станет престолом славы для рода своего. На нем, как на гвозде, будет держаться вся слава его рода, все ветви и побеги, все малые сосуды, чаши и кувшины. В тот день, говорит Господь воинств, выпадет гвоздь, вбитый в прочное место. Сломается он, упадет, и все, что на нем держалось, погибнет. Это сказал Господь. Глава двадцать третья. Пророчество Атири. Рыдайте, торшивские корабли. Город разрушен до последнего дома. Они узнали об этом, вернувшись из земли китеев. Плач, приморское племя, купцы Сидона, мореходы тебя обогащали. Везли сюда по водам безбрежным зерно с берегов Шихора, урожай с берегов Нила, то, что куплено у разных народов. Но ты опозорен, Сидон. море, твердыня приморская теперь говорит. Я не ведала схваток родовых, не рожала, не растила сыновей, не воспитывала дочерей. Когда эта весть, весть Атири достигнет Египта, затрепещет Египет. Отправляйся в Торши, Шрыда и Приморское племя. Что стало с вашим городом высокомерным, основанным в древние времена? Будете вы теперь скитаться, жить на чужбине в дальних странах. Кто принял такое решение о Тире, о городе, что венчал царей, чьи купцы властелинами были, чьих торговцев чтила вся земля? Господь воинств принял это решение. Гордость великолепия погубить тех, кого чтила вся земля, унизить. Отправляйтесь в свою страну торшишские корабли, гавани больше нет. Простер он руку свою над морем и дрогнули царство. Господь повелел, пусть крепости Ханаана в развалины обратятся. Сказал он, отныне радости тебе не видать, поруганная дева, дочь Сидона. Можешь отправиться китеем, и там не будет тебе покоя. Вот землях Алдеев этого народа уже нет. Ассирия отдала его землю диким тварям пустыни, ассирийцы воздвигли осадные башни, разрушили все крепости, все повергли в прах. Рыдайте, торшишские корабли, разрушен ваш оплод. И будет в тот день, атири забудут на семьдесят лет, годы одного царя. А когда пройдет семьдесят лет, с тиром будет то же, что с блудницей из песенки. Бери свою арфу, по городу ходи, забытая всеми блудница, старайся, играй получше, песню за песней пой, может, тебя и вспомнят. Когда пройдет семьдесят лет, Господь позаботится о тире, снова займет сатир и меслом своим, станет развратничать со всеми царствами, какие только есть на земле. Но его прибыль, плата за это, будет посвящена Господу, ее не будут копить и хранить, вся прибыль пойдет на сытную еду и дорогую одежду для тех, кто живет пред Господом. Глава двадцать четвертая Господь разорит землю, опустошит ее, черты земли исказятся, рассеются ее обитатели. Одна судьба ждет народ и священников, раба и его господина, служанку и хозяйку, покупателя и продавца, взаимодавца и должника, того, кто давал взаймы и того, кто занимал. Будет разорена земля, опустошена она будет. Это слово изрек Господь. Скорбит, пропадает земля, гибнет, пропадает весь мир, гибнут сильные люди земли. Земля осквернена обитателями ее. Они нарушили установление, пренебрегли законом, вечный договор приступили. Потому пожирает землю проклятие, ее обитатели платят за грех свой. Потому обитатели земли исчезают, людей осталось немного. Вино иссякло, погибла лоза, кто радовался, вздыхает тяжко. Умолкли веселые бубны, ликующих голосов не слышно, веселые арфы умолкли. Уже не пьют вина, не поют песен, хмель кажется горьким. Город вымер, опустел. Заперты все дома, в них не войти. На улицах крики, нет вина. Угасло веселье, радость покинула эту страну. Город опустошен, ворота его разбиты. Посреди земли и средь народов будет так, как бывает при сборе оливок, когда под конец последнее собирают. Громкий радостный крик раздается, на западе величие Господа воспевают. О, жители Востока, хвалите Господа, жители островов морских, хвалите имя Господа, Бога Израиля. Мы слышим пение от края земли «Слава праведному!» А я говорю «Конец мне, конец, горе мне! Предатели предают, предательство совершают!» Ужас, яма и сеть ждут тебя, обитатель земли. Кто убежит, крики ужаса услышав, тот упадет в яму, кто выберется из ямы, тот попадет в сеть. Распахнулись вышние створы, основания земли содрогнулись. Раскалывается земля, качается земля, колеблется земля. Словно пьяный пошатнулась земля, раскачивается она, словно сторожка в поле. Ее грех лежит на ней тяжким грузом, упадет она и не встанет. И будет в тот день, покарает Господь в небесах небесное воинство на земле земных царей. Пленные собраны будут они, брошены в яму, заперты будут, а позже придет к ним кара. И будет луна опозорена, солнце посрамлено, когда Господь воинств воцарится на горе Сион в Иерусалиме и явит своим старейшинам славу свою. Глава двадцать пятая О, Господь, ты мой Бог, превозношу тебя, славлю имя твое. Ты небывалое сотворил, то был давний замысел твой, непреложный, неизменный. В груду камней обратил ты город, укрепленный город в развалины. Крепость чужеземцев повержена, не отстроит ее вовеки. Теперь могучий народ будет бояться тебя, города народов жестоких станут тебя страшиться. Ты прибежище для бедных, обездоленным прибежище в тяжкое время. Ты кров, что спасает от бури, ты тень, что укроет от зноя. Дыхание угнетателей словно буря холодной порой, словно зной в пустыне. Но утих по воле твоей шум чужеземных полчищ. Как спадает зной, когда туча набежит, так песни угнетателей смолкли. На этой горе Господь воинств устроит для всех народов пир обильный со старым вином. Там будут сытные, жирные яства и старые процеженные вина. На этой горе Господь уничтожит покрывало, накрывавшее все народы, завесу, окутавшую все племена, уничтожит смерть навеки. Тогда Господь Бог утрет слезы со всех лиц, на всей земле Он избавит свой народ от позора. Это сказал Господь. Будут говорить в тот день. Это наш Бог, мы надеялись на Него, и Он даровал нам спасение. Это Господь, на Него надеялись мы. Будем же радоваться, ликовать, ибо мы спасены. Рука Господа опустится на эту гору. Маав будет растоптан, как втаптывают солому в навоз. И станет там Маав руками махать, как барахтающийся в воде, и унизит Господь гордыню его, как не маши он руками. Высокие крепкие стены твои разрушены будут, повержены наземь в пыль. Глава двадцать шестая. В тот день воспоют в Иудее такую песнь. Есть у нас укрепленный город, спасение даровано нам, оно как стена и вал, откройте ворота, пусть войдет народ праведный, верный. Тем, кто духом тверд благоденствие ты пошлешь, на тебя они уповали, на Господа уповайте вовек, вечная скала Господь, Господь. Незверг он тех, кто обитал высоко, их вознесшийся город он поверг, поверг его наземь в пыль. Теперь это место топчут ногами, проходят по нему бедняки, обездоленные по нему ступают. Путь праведника ровен, дорогу ровную ты ему готовишь, путем твоих заповедей мы идем, о Господь, на тебя надеемся мы, имя твое призывать, вот чего жаждет душа, ночью душа моя тоскует по тебе, к тебе стремится мой дух. Когда на земле торжествует правосудие твое, узнают обитатели мира, что значит справедливость. Если помилован будет злодей, не узнает он, что такое справедливость. В стране, где добродетель царит, он по-прежнему будет грешить, а на величие Господа и не посмотрит. «О, Господь, ты занес уже руку свою, но они не видят ее. Будут они покрыты позором, когда увидят твою ревность о народе твоем, пожрет врагов твоих огонь, который им предназначен. О, Господь, не спошли благоденствие нам. Все, чего мы достигли, все это ты сделал ради нас. О, Господь, Бог наш! Другие владыки не ты правили нами, но мы призываем только твое имя. Усопшие не оживут, мертвым уже не встать. Ты покарал, истребил их, уничтожил и память о них. Ты умножил народ, о, Господь, ты умножил народ, прославился ты, расширил пределы страны. В бедствиях, о, Господь, люди ищут тебя. Горечь страдания — это твое наставление им. Как беременная перед тем, как родить, страдает, кричит от боли, так и мы пред тобою, Господь. Мы были беременны, мы страдали, но родили только ветер. Не добиться нам побед на земле не падут обитатели мира. Твои усопшие оживут, тела умерших моих вернутся к жизни. Проснитесь, радостно восклицайте лежащие в прахе. Роса твоя, светоносная роса, земля отпускает мертвых. Иди же, о, народ мой, укройся в комнатах, закрой двери, спрячься ненадолго, вскоре кара минует. Вот, выходит Господь из жилища своего покарать обитателей земли за преступления их. И тогда явит земля всю пролитую кровь, перестанет скрывать убитых. Глава 27 В тот день Господь мечом своим грозным, великим и крепким покарает Левиафана ускользающего змея, Левиафана извивающегося змея, убьет он морское чудовище. В тот день о прекрасном винограднике пойте. Я, Господь, охраняю его, поливаю постоянно, чтобы с ним беды не случилось. Охраняю его днем и ночью. Нет во мне гнева, но если произрастит он мне колючки и терни, я пойду на него войной, сожгу дотла. Пусть лучше он ищет защиты моей и заключит со мной мир, пусть мир со мной заключит. Придет день, укоренится Иаков, расцветет, раскинет ветви Израиль, заполнит весь мир урожаем своим. Разве он бил их так же, как тех, которые били их? Разве он убивал их так же, как тех, которые их убивали? Ты покарал их бедой, изгнанием, унесло их прочь его грозное дуновение, подобное восточному ветру. Вот чем искупит Иаков свою вину, вот каков будет плод того, что откажется он от греха. Камни жертвенников они раздробят, как дробят известняк, не останется ни деревьев, а ширы, ни курильниц. Обезлюдил укрепленный город, покинут и оставлены жилища, теперь это пустошь. Пасутся там телята, лежат на земле и листву объедают. Когда засыхают ветви, обламывают их, женщины приходят, чтобы их сжечь. Неразумен этот народ, и потому его творец не смилуется над ним, его создатель не проявит жалости к нему. И будет в тот день, Господь обмолотит все колосси от реки до египетской ложбины, вы будете собраны все до единого, о сыны Израиля. И будет в тот день, протрубит большой рог, и придут те, кто затерялся в Ассирии, те, кто был изгнан в Египет, и поклонятся все они Господу на святой горе в Иерусалиме. Глава 28. Горе венцу, которым гордятся пьяные сыны Ефрема, увидающему цветку красе и славе Ефрема, цветку, вознесенному над плодородной долиной, чьих жителей одолело вино. Вот могучий богатырь Господа, подобный ливню и граду, подобный губительной бури, неистовым водом потопа. Рукой его будет брошен на землю, ногами растоптан будет венец, которым пьяные сыны Ефрема гордятся. С увидающим цветком, красой и славой Ефрема, с цветком, вознесенным над плодородной долиной, будет то же, что с ранней смоквой, до начала лета созревшей. Кто увидит ее, сорвет и тут же проглотит. В тот день Господь воинств будет венцом и красой, венком славы для остатка его народа. Будет он духом правосудия для того, кто суд вершит, мужеством будет он для тех, кто дает отпор врагу ворот. Напившись вина, бредут они поступью неверной, блуждают в охмелю, священник и пророк, охмелев, неверным шагом бредут, вино помутило их разум. В охмелю блуждают они, видения их неверны, ошибочное решение. Все столы в омерзительной блевотине, не осталось чистого места. Кого такой сумеет разуму научить, кому разъяснит он весть, младенцам, еще недавно сосавшим молоко, только что отнятым от груди, цав-цав, цав-цав, кав-каф, кав-каф, чуть-чуть тут, чуть-чуть там. Вот так же неясным языком на чужом наречии будет теперь Господь говорить с этим народом. Прежде он говорил, здесь вас отдых ждет, пусть уставшие отдохнут, здесь спокойное место, но они не желали слушать. И такое им будет теперь слово Господа. Цав-цав, цав-цав, кав-каф, кав-каф, чуть-чуть тут, чуть-чуть там. И пойдут, они упадут, разобьются, попадут в ловушку, пойманы будут. Слушайте же слово Господа, вы, болтуны, правители народа Иерусалимского. Вы говорите, у нас договор со смертью, мы союз заключили с Шеолом, когда нахлынет гибельный поток, нас он минует, ложь нам прибежищем стала, обман укрытие наше. Так говорит Господь Бог. Я закладываю камень на Сионе, глыбу гранитную, крепкую, камень краеугольный кладу в основание стены, чья вера тверда, тот не дрогнет. Справедливость я сделаю мерной веревкой, правосудие будет отвесом. С неба град пойдет, он разрушит ложь, прибежище ваше, укрытие ваше смоют воды. Ваш договор со смертью будет расторгнут, рухнет ваш союз с Шеолом. Когда нахлынет гибельный поток, он вас сметет. Приходя снова и снова, он будет вас уносить, каждое утро, днем, ночью. Когда эту весть вы поймете, ужас охватит вас. Слишком коротко ложа не вытянуться на нем, покрывало слишком узко не укрыться. Поднимется Господь, как на горе пироцим, покажет он ярость свою, как в Гаваонской долине. То, что сделает он, будет небывалым делом, то, что он совершит, свершением невиданным будет. Перестаньте же пустословить а не то ваши цепи станут еще тяжелее. Услышал я от Господа Бога воинств. Всей земле предначертана кара. Внемлите, слушайте меня, внимательно слушайте, что я скажу. Разве пахарь, когда настает время сева, только пашит, только баранит свою землю? Нет, он, разровняв землю, бросает в нее семена чернушки, сеет тмин, он сеет пшеницу, проса и чмень, на краю поля полбу. Такому порядку он научен, его Бог дает ему наставление. Не молотят чернушку молотилкой, тмин колесами телеги, палкой обмолачивают чернушку и тмин палкой. Да и поколосим, когда молотят их, недолго гоняют телегу и коней, а не то раздавишь зерно. Все это от Господа воинств. Глубоко его разумение, велика мудрость его. Глава двадцать девятая Горе тебе, Ариэл, Ариэл, город, где жил Давид. Пройдет время, за годом год, повторится снова и снова праздников череда, и я стесню Ариэл, воцарятся в нем печаль и скорбь, и будет он для меня, Ариэл. Со всех сторон я тебя окружу, башни вокруг тебя построю, воздвигну осадные укрепления. Внизу, в земле окажешься ты, оттуда будешь ты говорить, из праха твои слова доноситься будут. Твой голос, как голос мертвеца, станет из-под земли приходить, из праха ты будешь шептать. Но полчища чужеземцев вокруг тебя станут, как мелкая пыль, уподобятся улетающие мякини полчища завоевателей. Нежданно, внезапно случится это. Тебя посетит господь воинств, придет гром и землетрясение, шум великий, буря и ураган, и пламя, огонь пожирающий. Разноплеменные полчища, что ведут войну с силам, воюют с ним, осаждают крепость его, теснят его отовсюду. Они уподобятся сну, ночному видению. Так голодный видит во сне, будто он ест, а проснувшись он чувствует голод. Так жаждущий видит во сне, будто он пьет, но просыпается он без сил, горло его пересохло. Вот что будет с разноплеменными полчищами, которые ведут войну сгороюсь и он. Остолбенейте, оцепенейте, ослепнете, незрячими станьте, захмелеете, да не от вина, закачаетесь, да не от хмеля. Господь пролил на вас дух глубокого забытья. Пророки, он закрыл вам глаза, провидцы, закутал он головы ваши. Для вас всякое видение стало, как слова запечатанного свитка. Если дать такой свиток тому, кто умеет читать и сказать «прочти», он ответит «не могу, ведь свиток запечатан». А если дать такой свиток тому, кто читать не умеет и сказать «прочти», он ответит «я не умею читать». Господь сказал «Народ этот близок ко мне лишь на словах, лишь словами они меня чтят, сердца же их от меня далеки. Их страх предо мною, лишь заповедь, усвоенная ими от людей». «Поэтому я опять совершу с этим народом небывалые, невиданные дела, и погибнет мудрость их мудрецов, не останется разума у разумных. Горе тем, кто прячется глубоко, чтобы скрыть от Господа замысел свой». Во тьме они дело свое творят, говорят, кто нас видит, кто может узнать. «Как же вы извращаете все? Неужели гончар все равно, что глина? Разве скажет творение о Творце? Он меня не творил. Разве скажет изделие о гончаре? Он ничего не смыслит». Очень скоро станут Ливанские горы садом, а сад покажется лесом. В тот день глухие услышат слова, читаемые по свитку, а глаза слепых, покрытые тьмой и мраком, прозреют. Бедняки получат от Господа новую радость, обездоленные, возликуют о святом Боге Израиле, ибо не станет угнетателей, и те, кто глумился, погибнут. Исчезнут все те, кто жаждет зло творить, те, что напраслену возводят на людей, обманывают решающего тяжбу городских, ложью лишают правосудия того, кто прав. Поэтому так говорит Господь, Бог сынов Иакова, избавитель Авраама. Уже не придется Иакову стыдиться, больше не придется ему бледнеть. Увидит он у себя детей своих, творение моей руки, и признают все они святость имени моего, признают святость святого Бога Иакова, пред Богом Израиля затрепещут. Тогда обретут разумение заблудшие духом, а те, кто роптал, наставление получат. Глава тридцатая «Горе сынам непокорным, говорит Господь. Они исполняют замыслы, которые не от меня, заключают союзы, не внушенные духом моим. Так они прибавляют грех ко греху. Идут они в Египет, не спросив у меня совета. Под защитой фараона хотят укрыться, убежище найти под сенью Египта. От такой защиты им будет лишь позор от такого убежища только срам. Вельможи уже прибыли в Цоан, посланцы уже в Ханесе, но все они посрамлены будут, ибо этот народ не сможет помочь им, ни помочь, ни поддержать не сможет. Их ждет лишь позор и бесчестье. Пророчество о животных в Негеве. По земле тяготы бедствий, по земле львицы и льва, гадюки везут на ослах эти люди свои богатства, сокровища на горбах верблюдов везут, в дар народу, который не сможет помочь им. Помощь Египта ничтожна, никчемна, поэтому я дал ему имя Усмиренная Рахов. Иди же, и на каменной плите это для них начертай, в свиток запиши эти слова, пусть они сохранятся до последнего дня, навсегда, на вечные времена. Это народ непокорный, лживые сыны, сыны, которые не хотят слушать закон Господа. Провидцам они говорят, перестаньте провидеть, говорят они прозорливцам, нам не надо верных видений, мы хотим от вас только сладких речей, лживых видений. Сверните с пути, от стези уклонитесь, не напоминайте нам больше про святого Бога Израиля. Поэтому так говорит святой Бог Израиля. Отвергли вы слово это, понадеялись, положились на насилие и обман. И станет для вас этот грех, как пролом в стене, как осевшая кладка в высокой стене, в стене, что внезапно рухнет. Так бьются горшки, сделанные гончаром, когда крушат их безжалостно. И среди осколков уже не найти черепка, чтобы достать из очага уголек или воды зачерпнуть из пруда. Владыка Господь, святой Бог Израиля сказал, «Ваше спасение в том, чтобы вернуться и пребывать в покое. Ваша сила в спокойствии и надежде». Но этого вы не захотели. Вы сказали, «Нет, мы спасемся бегством на конях». Ну что ж, вам придется спасаться. На быстрых конях мы умчимся. Ну что ж, и преследовать вас будут быстро. Если станет вам угрожать один, тысяча прочь побежит. Станут пятеро угрожать, вы все обратитесь в бегство, а те из вас, кто уцелеет, будут как шест на горе, как знамя на холме. Но Господь подождет и пожалеет вас, поднимется Он и поможет вам. Ибо Господь справедливый Бог, счастлив тот, кто надеется на него. О, народ, живущий на Сионе, в Иерусалиме, высохнут ваши слезы. Когда о спасении воззовете, Господь вам поможет. Он услышит вас и ответит. Господь накормит вас хлебом печали, напоит водою страдания, но больше не будет наставник ваш скрываться, вы увидите наставника своими глазами. Едва вы отклонитесь вправо или влево, вы услышите голос у себя за спиной. Вот путь, по нему идите. С идолами твоими, покрытыми серебром, с изваяниями, что золотом покрыты, ты поступишь как со скверной, выбросишь их, как нечистые вещи, отбросами их назовешь. Семенам, что ты в землю посеял, будет послан дождь, урожай, что земля принесет, будет богат и обилен. В тот день будет скот твой пастись на обширных пастбищах, валы и ослы, что пашут землю, будут есть кормы щавеля, провеянные лопатой и вилами. С каждой высокой горы и со всех холмов высоких потекут ручьи, потоки воды. Так будет в день великой резни, когда рухнут башни. Свет луны станет как свет солнца, а солнце засияет в семь раз ярче светом семи дней. Так будет в день, когда перевяжет Господь раны народа своего, излечит его увечья. Издалека приближается имя Господа, пылает его ярость, которую тяжко вынести. Уста его полны гневом, его язык огню пожирающему подобен, его дыхание как стремительный поток, чьи воды поднимаются по самое горло. Через сито погибели просеет он народы, на них надета узда, которая уведет их с пути. А вы воспоете песнь, как в праздничную ночь, и сердце у вас возликует, как у тех, кто с флейтами идет на гору Господню, приходит к скале Израиля. Грозный голос Господа прозвучит, явится рука его, и удар нанесет. Яростен будет гнев его, взметнется пламя, огонь пожирающий. Начнется ливень, буря, град полетит. Голос Господа Осирии ужаснет, Господь станет бить ее жезлом. Снова и снова будет он наносить ей удары карающим жезлом под звуки бубнов и арв. Будет он с ней воевать, заносить над нею руку. Давно уже уготован Тофит, готов он принять царя. Большой костер сложен в глубокой яме, огонь наготове собрано много дров. Будут они зажжены дыханием Господа, подобным потоку пылающей серы. Глава 31. Горе тем, кто идет за помощью в Египет. На конницу надеются они, уповают на число колесниц и всадников силу, а к святому Богу Израиля не обращают взор, не спрашивают у Господа Совета. А ведь он мудр, это он послал беду, и он не отменил своего решения. Он поднимется против преступного рода и против тех, кто нечестивцам помогает. Ведь египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не Дух. Когда Господь занесет свою руку, споткнутся те, кто пришел на помощь, и те, кому они помогали, падут, погибнут те и другие. Так сказал мне Господь. Словно лев, молодой лев, что над добычей рычит, и сколько бы ни собралось против него пастухов, не боится их криков, не пугается шума, так сойдет вниз Господь воинств, чтобы сразиться за Сион, за эту гору. Словно птица парящая, будет Господь воинств защищать Иерусалим, защищать его, избавлять, щадить и спасать. Сыны Израиля, вернитесь к тому, кому вы так упорно противились. В тот день все вы отвергнете идолов, серебряных и золотых, которых сделали ваши преступные руки. Ассирийцы падут от меча, но не от меча людей. Меч их сразит, но не людской меч. Перед мечом они побегут вспять, и их юноши в неволю попадут. Объятая ужасом падет их крепость, предводители их побегут, испугавшись боевых знамен. Говорит Господь, чей огонь на Сионе горит, чей очаг в Иерусалиме. Глава 32. Воцарится праведный царь, и правители будут править справедливо. Каждый из них будет, как укрытие от ветра и пристанище в бурю, как потоки воды в земле безводной, как тень большой скалы в стране изнеможения. Не будет уже затуманен взор углядящих, и слушающие наконец услышат. Разум спутавшийся прояснится, и запинавшийся язык заговорит легко и ясно. Негодяи уже не станут звать благородным, и не скажут о подлеце порядочный человек. Ведь нечестивец ведет нечестивые речи, злодеяние замышляет. Безбожны его поступки, и неправая о Господе говорит он. Голодного он пищи лишает, жаждущему не дает напиться. Подлец действует подло, козни он замышляет, бедняка он губит ложью, когда тот говорит на суде правду. У благородного же все замыслы благородны, своему благородству он верен. Женщины беззаботные, встаньте, внимайте голосу моему, девицы беспечные, слушайте слово мое. Через год с небольшим вы беспечные содрогнетесь, минует срок, когда виноград собирает, но урожая не будет. Трепещите беззаботные, беспечные, содрогнитесь, одежду сбросьте, снимите, оберните бедра дирюгой, в грудь себя ударяйте, плачьте о прекрасных полях, виноградниках плодоносных, о земле моего народа, лишь колючий кустарник будет расти на ней. Плачьте о домах счастливых, о городе ликовавшем плачьте. Крепость покинута будет, опустеет шумный город, где сейчас город на холме и башня сторожевая, там будет пустошь, навеки, приволье для диких ослов, пастбище для скота. Так будет, пока не изольется на нас дух свышенный, тогда пустыня станет садом, а сад покажется лесом и восторжествует в пустыне справедливость, праведность в садах воцарится. Эта праведность мир принесет, эта праведность дарует покой, безопасность навеки. И будет народ мой жить в селениях мирных, в обителях безопасных, спокойных пристанищах. Лес будет полностью повержен, а город разрушен до основания. Счастье вас ждет, вы станете сеять везде, где есть вода, повсюду пасти сможете своих быков и ослов. Глава 33 горе Когда поднялся ты, рассеялись племена. Добычу средь вас собирали, как саранча, словно рой саранчи устремились на нее. Господь пребывает высоко, на небе он обитает. Он утвердил на Сионе справедливость и правду. Он станет надежной защитой в жизни твоей. Мудрость и знание — это сокровищница спасения. Страх пред Господом — вот в чем сокрыто оно. Люди Ариэла кричат на улицах, вестники Салима горько рыдают. Дороги опустели, путников не видать. Нарушен договор, свидетели отвергнуты, нет уважения никому. Скорбит, изнывает земля, лес Ливана паник, почернел. Сарон пустынью стал, нет листвы на деревьях башана и кормила. Теперь я встану, говорит Господь. Теперь я поднимусь, теперь возвышусь. Сухой травой беременны вы, рожаете солому. Ваше дыхание вас самих сожжет, как огонь. Сожжены будут народы дотла, станут, как срубленные ветки кустов колючих, что в огне пылают. «Услышьте вы вдалеке о свершениях моих, и вы вблизи узнайте мою силу». Грешники на сионе перепугались, трепет объял нечестивых. «Кто из нас сможет жить в огне пожирающем? Кто из нас сможет жить в очаге, полыхающем вечно?» «Тот, кто праведен в делах и в речах честен. Тот, кто неправедную прибыль отвергнет, не желая притеснять людей. Кто взятку в руки не возьмет, заткнет уши, чтобы не слышать речей кровожадных, глаза закроет, чтобы не смотреть на злодейство. Будет он обитать на горах, его убежищем станут неприступные скалы, и еда у него будет, и воды всегда вдоволь. Своими глазами узришь ты царя во всем его блеске, землю, что вдаль простирается, ты увидишь. Ты вспомнишь былые страхи и скажешь, «Где теперь тот, кто считал и взвешивал? Где тот, кто пересчитывал башни?» Ты впредь не увидишь дерзкого народа, народа, чья речь темна и невнятна, чей язык непонятны обормотания. Взгляни на Сион, на город праздников наших, обрати свой взор на Иерусалим. Вот обитель спокойная, шатер, что не сдвинется с места. Его колья закреплены навеки, его веревки не разорвутся. Там будет с нами могучий Господь, это будет страна потоков, рек широких. Но на них не появятся корабли с грибцами, могучее судно в них зайти не посмеет. Господь наш правитель, Господь наш вождь, Господь наш царь, Он спасет нас. Снасти твои ослабли, уже не держат мачту, с ними парус поднять нельзя. Тогда станут делить богатую добычу, и даже хромые добычу захватят. Никто из жителей не скажет «Я болен». Народу, что там обитает, грехи и прощены будут. Глава 34 Приблизьтесь, народы, и внимайте, слушайте племена. Пусть внемлет земля и все, что на ней, мир и все, что рождается в нем. Разгневан Господь на все народы, негодует Он на все их полчища. Он обрек их на уничтожение, отдал их на резню. Брошены будут убитые, от их тел будет смрад стоять, от крови горы размокнут. Небесное воинство истлеет, небеса свернутся, как свиток, и все воинство их увянет. Так вянет лист виноградный, так падает плод со смоковницы. Явится в небесах мой меч, и обрушится он на и дом. Совершит он суд над народом, который обрек я на гибель. У Господа меч весь в крови, на нем жир, кровь ягнят и козлов, жир с почек бараньих. У Господа жертвоприношение в Бацре, большое заклание в земле и дометян. С ними вместе погибнут дикие быки, и молодые быки, и матеры. Напьется земля их кровью, почва пропитается жиром. У Господа день мести, год отмщения за обиду Сиона. Реки и дома в смолу превратятся, а почва в серу. Вся земля эта станет смолою горящей, и будет гореть, не угасая, и днем, и ночью. Дым от нее восходить будет вечно. Быть ей безлюдной во все времена, человек на нее не ступит во веки веков. Станет она урочищем сов и ежей, филин и ворон поселятся на ней. Веревку запустения она размерена будет, отвесом опустошения. Ее вельможи провозгласят, что нет там больше царства. Ее знать обратится в ничто. На крепостях ее прорастет колючий кустарник, тени крапива на ее укреплениях. Она сделается обителью шакалов, жилищем страусов станет. Дикие кошки туда придут до гиены, и козлища косматые там будут перекликаться, и найдет пристанище лилит. Птица пустыни гнездо там устроит, снесет яйца и выведет птенцов, высидит их в тени. Стервятники там соберутся, парами слетятся. Поищите в книге Господа, прочтите. Эти твари все до единой появятся там, все попарно. Уста Господа им повелели так, его дуновение соберет их туда. Для каждого из них бросит он жребий и, веревкой размерив, поделит эту землю между ними. Вечно будут они ею владеть, будут на ней обитать во все времена. Глава 35 Пусть радуется пустыня, сухая земля, пусть ликует степь и цветет. Пусть как лилия она расцветет, пусть ликует и веселится, ибо она обретет славу Ливана, величие Кормила и Сарона. Тогда узрят славу Господа, величие нашего Бога. Руки ослабевших поддержите, коленям тех, кто едва бредет, силу придайте. Скажите боязливым, держитесь, не бойтесь, ваш Бог придет и свершится отмщение, свершится воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Тогда прозреют слепые, глухие слух обретут, и станет хромой скакать, как олень, и немой будет радостно петь, ибо пробьются источники в пустыне, побегут потоки в степи. Земля, раскаленная озером, станет, сушь в родники превратится. Жилище шакалов, логово их, зарастет тростником и камышом. Там пройдет дорога, путь проляжет, и дадут ему имя Святой Путь. Оскверненные на него не ступят, для странников будет он, и даже неразумные не заблудятся. Там не появится лев, не покажется хищный зверь, не будет их там. И пойдут спасенные, избавленные Господом вернутся, с ликующими криками взойдут на Сион, и вечная радостью венчает головы их. Они обретут веселье и радость, а о скорбь и вздохи прочь улетят. Глава 36. В 14-й год правления царя из Икии, царь и сирийский Синнахириб осадил и взял все укрепленные города Иудеи. Царь и сирийский послал из Лохиша в Иерусалим к царю из Икии, главного виночерпия с большим войском. Тот остановился у канала, подводящего в воду к верхнему пруду, близ дороги к полю Белильщика, и к нему вышли царский управляющий Леаким, сын Хилкии, Песец Шивна и глашатый Иоах, сын Асафа. Главный виночерпий сказал им, «Передайте языки. Так говорит великий царь, царь и сирийский. На что ты надеешься? Ты говоришь пустые слова, а для войны нужно иметь разум и силу. Ты восстал против меня. На кого ты понадеялся? На Египет думаешь опереться, на эту палку надломленную. Кто на такую палку обопрется, тому она вонзится в руку, насквозь проткнет. Таков фараон, царь египетский, для всех, кто на него понадеялся. Или, может быть, скажешь, что вы надеетесь на Господа, вашего Бога. Но не его ли святилище и жертвенники уничтожил языки, велев жителям Иудеи и Иерусалима поклоняться лишь здесь, перед этим жертвенником? А вот побейся-ка об заклад с моим господином, царем ассирийским. Я дам тебе две тысячи коней. Сумеешь набрать для них всадников? Сможешь ли ты дать отпор хотя бы одному, пусть самому слабому, из наместников, которые служат моему господину? На колеснице и конницу Египта надеешься? И потом, разве не по воле Господа я пришел опустошить эту страну? «Иди в эту страну и опустоши ее», сказал мне Господь. Леоким, Шевна и Иоах попросили главного виночерпия. «Говори с нами, рабами твоими, по-арамейски, мы поймем. Не говори по-еврейски, ведь народ на стене все слышит». Главный виночерпий ответил. «А разве господин мой послал меня передать эти слова тебе и твоему господину? Нет, всем этим людям на стене, которые вместе с вами обречены есть свои нечистоты и пить свою мочу». Тут главный виночерпий поднялся и громко прокричал по-еврейски. «Слушайте слова великого царя, царя Ассирийского. Так говорит царь. Пусть не обманывает вас Языкия, не сможет он вас спасти. И пусть Языкия не внушает вам надежд на Господа, пусть не обещает, что Господь вас спасет, этот город не будет отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Языкию. Так говорит царь Ассирийский. Помиритесь со мной и выходите ко мне. Каждый из вас будет есть плоды своей лозы и своей смоковницы и пить воду из своего колодца. А потом я приду и заберу вас в другую страну, такую же, как ваша, в страну зерна и вина, в страну хлеба и виноградников. Пусть Языкия не вводит вас в заблуждение, говоря, что Господь спасет вас. Разве боги других народов спасли свои страны от царя Ассирийского? Где теперь боги Хамата и Арпада? Где боги Сифарвайма? А Самарию разве спасли они от меня? Кто из богов этих стран спас от меня свою страну? И неужели Господь спасет от меня Иерусалим? Они молчали, не отвечали ему ни слова, ибо таков был приказ царя не отвечать. Затем царские управляющие Леоким, сын Хилкии, песец Шивнаи, глашатый Иоах, сын Асафа, разорвав на себя одежды, пришли к Языкии и передали ему слова главного виночерпи. Глава 37. Когда царь Языкия услышал все это, он разорвал на себя одежды и, одевшись в дирюгу, пошел в храм Господа. А царского управляющего Леокима, песца Шивнуи, старших священников, он послал, одетыми в дирюгу, к пророку Исаии, сыну Амоца. И они сказали Исаии, «Так говорит Языкия, настал день скорби, наказания и унижения. Роды начались, да разродиться нет сил. Но, может быть, Господь твой Бог услышит слова главного виночерпия, которого господин его, царь Исирийский, послал оскорблять Бога живого. И тогда Господь твой Бог покажет, чего стоят эти слова. Помолись за немногих уцелевших». Когда пришли к Исаии приближенные царе Языки, Исаия сказал им, «Передайте вашему господину, так говорит Господь, не пугайся слов, которые ты услышал, слов, которыми поносят меня прислужники царя Ассирийского. Вот, я насылаю на него дух, царь Ассирийский получит весть и вернется в свою страну. Там, в его стране, я сражу его мечом». И вернулся главный виночерпий к царю Ассирийскому, который тогда осаждал Ливну. Как стало известно, главному виночерпию царь уже покинул Лохиш. А царь получил весть, что на него идет Тахарка, царь Куша. Получив эту весть, царь отправил посланников к Языкии и велел им, «Передайте Языкии, царю Иудеи, пусть твой Бог, на которого ты надеешься, не обманывает тебя, обещая, что Иерусалим не будет отдан в руки царя Ассирийского. Ты ведь знаешь, что сделали цари Ассирийские со всеми странами, предали их огню и мечу. Неужели ты спасешься? Разве боги других народов сумели их спасти? Мои предки истребили эти народы, Газан, Харан, Рецефы, обитатели Эдена, которые жили в Теллассари. Где сейчас цари Хамат, Арпады и города Сефарваем? Где цари Хины и Ивы? Языкия взял у посланников свиток и прочел его. Затем он пошел в храм Господа и развернул свиток пред Господом. И стал Языкия молиться Господу. О Господь, воинств Бог Израиля, восседающий на Херувимах! Ты единственный Бог для всех царств земли. Ты создал небо и землю. О Господь, вслушайся и услышь! Открой, о Господь, очи свои и посмотри. Услышь слова Сеннахериба, которые отправил посланников, чтобы они оскорбляли Бога живого. Это правда, о Господь, что цари Ассирийские опустошили все страны, а богов их предали огню. Но ведь то были не боги, а изделия рук человеческих, деревяшки и камни. Вот их и уничтожили. О Господь, Бог наш, спаси нас от врага. Пусть все царства земли узнают, что Ты, Господь, единственный. Исаия сына Моца велел передать Языкии. Так говорит Господь, Бог Израиля. Ты обратился ко мне с мольбой, жалуясь на Сеннахериба, царя Ассирийского. И вот слово, которое изрекает о нем Господь. Дева Сиона презирает тебя, смеется она над тобой. Иерусалим головою качает, глядя тебе вслед. Кого ты поносишь? Кого хулишь? На кого возвышаешь голос? На кого глядишь свысока? На святого Бога Израилева. Ты устами своих рабов оскорбляешь Господа. Говоришь, колесниц у меня много. Я с ними на горы восходил, на отроги Ливана. Высочайшие кедры Ливана срубил я, его лучшие кипарисы. Взошел на его самую дальнюю гору, в самую чащу леса. Я колодцы выкапывал, воду пил. Я шагал, как посуху, по рекам Египта. Но разве не знаешь ты? Я давно готовил все это. То, что изревле я задумал, теперь исполнено мною. Укрепленные города обратились в груды камней. Жители их бессильны, посрамлены они в ужасе, стали как травы в поле, как на лугу зелень, как поросль на крышах и склонах, что иссушены восточным ветром. Я знаю про каждый твой шаг, на месте ли ты уходишь, приходишь, и про бунт твой против меня. И за бунт твой против меня, за шум твоих полчищ, достигший моего слуха, я воткну тебе крюк в ноздри, и узду в уста твои в дену, и назад уведу тебя той дорогой, по которой ты пришел. А тебе, языкия, дается знак. В этот год ешьте хлеб, что сам уродился, во второй год то, что взойдет само, а на третий год сейте и жните, сажайте лозу, виноград ешьте. Тогда уцелевший остаток потомков Иуды снова пустит корень вглубь, а вверху принесет плоды. Уцелевшие выйдут из Иерусалима, спустятся выжившие из горы Сион. Ярость Господа воинств сделает это. Так говорит Господь о царе Ассирийском. Не войдет он в этот город, и стрелу в него не пустит, не появится перед ним со щитом, не воздвигнет осадного вала. Уйдет он по той же дороге, по которой пришел, он не войдет в этот город, говорит Господь. Я защищу этот город и спасу ради себя и ради Давида, раба моего. Появился ангел Господень и умертвил в стане Ассирийцев сто восемьдесят пять тысяч человек. Настало утро, и вот кругом одни мертвые тела. И Синахириб, царь Ассирийский, отступил и ушел в Освоязи. Он пребывал в Неневе. Когда он совершал поклонение в храме своего бога Несроха, Адрамелих и Сарецер, его сыновья, закололи его мечом и бежали в страну Урарту. Царем после него стал Ассархаддон, его сын. Глава тридцать восьмая В ту пору Языкия заболел и был при смерти. Пророк Исаия, сын Амоца, пришел к нему и сказал, «Так говорит Господь, отдай последнее распоряжение. Ты умираешь, не вернутся тебе к жизни». Языкия отвернулся к стене и взмолился к Господу. «Вспомни, о Господь! Я вел пред тобой жизнь честную и безупречную, делал то, что тебе угодно». И Языкия горько заплакал. И было Исаии слово от Господа. «Иди и скажи, Языкия, так говорит Господь, Бог твоего предка Давида. Я услышал твою мольбу, увидел твои слезы, и я продлеваю тебе жизнь на пятнадцать лет. А от царя Ассирии я спасу и тебя, и город этот. Я встану на защиту этого города. И вот тебе от Господа знак, что Господь исполнит свое обещание. Ту тень, что опустилась по ступеням лестницы Ахаза, я верну назад на десять ступеней вверх. И солнце вернулось назад, тень поднялась на десять ступеней по тем же ступеням, по которым она спускалась. Вот что написал Языкия царь Иудеи после того, как он заболел и выздоровел. Я думал, в середине жизни я ухожу, во врата Шиола я призван на остаток моих лет. Я думал, Господа я не увижу, не увижу Господа на земле живых. Не судьба мне уже смотреть на людей вместе с теми, кто живет в этом мире. Собрано мое жилище, скатано, как пастушья палатка. Я свернул свою жизнь, словно ткач полотно. Отрезает он меня, как ткань от станка. Днем и ночью ты губишь меня. До утра о помощи я взываю, а он, как лев, сокрушает мне кости. Днем и ночью ты губишь меня. Я кричу, словно стриж или дрозд, словно голубь я стенаю. Все время высьгляжу, и слабеют глаза мои. Тяжко мне, о, Господь, вступись за меня. Что сказать я могу? Как он мне говорил, так и сделал. Горем подавленный я доживу свой век. О, Господь, вот чем люди живут, вот в чем жизнь моя. Ты исцелишь меня, о, сохрани мне жизнь. Не благоденствие выпало на долю мою, а горе — только горе. Но ты спас меня от могилы и тления. За спину выбросил ты все мои грехи. Не Шеол тебя восхваляет, не смерть славит тебя. У тех, кто сошел в могилу, нет надежды на помощь твою. Живой, только живой, тебя восхваляет, как я сегодня. Отец рассказывает сыновьям про помощь твою. Господь меня спасет. Мы будем петь под звуки струн в храме Господа во все дни нашей жизни. Исайя велел. Пусть принесут слепленные смоквы, приложат к нарыву, и он выздоровеет. Языкия же спросил. Где знак, что я и вправду еще пойду в храм Господа? Глава тридцать девятая. В то время вавилонский царь Миродах-Баладан, сын Баладана, услышав, что Языкия был болен и выздоровел, отправил ему послания и дары. Языкия обрадовался послам и показал им свою сокровищницу, серебро и золото, и благовоние, и драгоценное масло, и весь склад оружия, все, что было в его хранилищах. Что только было у Языкии во дворце и во всем его государстве, все показал он им. Пророк Исайя пришел к царю Языкии и спросил. Что говорят эти люди, и откуда они прибыли к тебе? Языкия ответил. Они прибыли из далекой страны, из Вавилонии. Пророк спросил. Что они видели у тебя во дворце? Языкия ответил. У меня во дворце они видели все, что только есть у меня в хранилищах, все показал я им. И тогда Исайя сказал Языкии. Слушай слово Господа воинств. Наступят дни, когда все, что есть в твоем дворце, все, что скопили твои предки, будет увезено в Вавилон, и не останется здесь ничего, говорит Господь. И твои потомки, отпрыски твоего рода, будут взяты в плен и станут евнухами при дворе царя Вавилонского. На это Языкия ответил Исайя. Слово Господа, что ты сейчас возвестил, добрая весть. Значит, пока я жив, сказал Языкия, здесь будут мир и безопасность. Глава сороковая. Утешайте же, утешайте мой народ, велит Бог ваш. Ласково говорите с Иерусалимом, возвестите Ему, что отбыл Он свою повинной, что искуплена Его вина. Получил Он от Господа двойное воздаяние за все свои грехи. Голос взывает. Приготовьте в пустыне дорогу Господу, путь прямой в степи проложите для Бога нашего. Пусть все лощины поднимутся, горы и холмы опустятся, искривленное станет гладким, а неровности станут равниною. И откроется слава Господа, все живущие увидят ее. Вот что изрекли уста Господа. Голос говорит. «Возвещай!» Я спросил. «Что возвещать?» Все люди лишь трава, красота их как цветок полевой. Трава засыхает и вянет цветок от дуновения Господа. Поистине люди — трава. Трава засыхает и вянет цветок, а слово нашего Бога прибудет вовек. «Взойди на высокую гору, вестник Сеона, возглашай громко, вестник Иерусалим. Не бойся, громко скажи городам Иудеи. Вот Бог ваш! Вот грядет Господь Бог, Он могуч и всевластна Его рука. Вот с Ним награда Его, перед Ним воздаяние Его. Как пастух пасет он стадо свое, на руки берет он ягнят, несет их, прижимая к груди, ведет овец, что родили их. Кто горсти вымерил воды, небеса измерил ладонью, мерой всю пыль земною, на весах взвесил горы, холмы, на чаши весов. Кто направлял дух Господа и советы Ему давал? У кого Он спрашивал совета? Кто вразумлял Его? Кто обучал Его путям правды и научал знанию? Кто Ему указал путь мудрости? Народы, словно капля из ведра, они, что пылинка на чаше весов. Острова, как песчинку, поднимает Он. Не хватит лесов ливанских и животных, что там обитают, чтобы разжечь огонь и жертву всесожжения Ему принести. Все народы, пред Ним ничто, для Него они лишь пустота. С кем вы сравните Бога? Кому Его уподобите? А идол? Ремесленник, амун атлет. Мастер покрыл его листовым золотом, а маковал серебром. Знающий, как делать приношения, подыскивает негниющую древесину, находит умелого ремесленника, и тот делает ему идола, который стоит, не шатаясь. Неужели не знаете? Неужели не слышали? Разве не было вам поведано от начала или неведомо вам основание земли? Восседает он над кругом земным, а жители земли — словно кузнечики. Он простер небеса, как тонкую ткань, натянул их, как шатер для жилья. Владык обращает он в ничто, правителей земли — в пустое место. Едва лишь посажены, посеяны они, едва лишь разрастется вглубь их корень, иссушает он их дуновением своим, и буря уносит их прочь, как солому. «Кому вы уподобите меня? Кто равен мне?» — говорит святой. «Высь поднимите взор, взгляните, кто сотворил все это. Тот, кто выводит по счету это небесное воинство, всех их по имени призывает. Они выходят все до одного, таковы его сила и могущество. Зачем же ты, Иаков, говоришь? Зачем же говоришь, Израиль, что не видит Господь твой путь, что тяжба твоя забыта твоим Богом? Неужели ты не знаешь? Неужели не слышал? Господь — это вечный Бог, творец всех концов земли. Не устает, не изнемогает он, его мудрость непостижима. Дает он уставшему силу, обессилевших укрепляет. Даже юноши устают, изнемогают, молодые спотыкаются и падают. Отечья надежда Господь обретают новые силы. Как орел взмахнут крылами, и от бега не утомятся, и от ходьбы не устанут. Глава 41. «Молча внимайте мне острова, пусть народы соберутся силами, пусть сблизятся и говорят, соберемся вместе на суд. Кто избавителя с востока привел, призвал его на служение себе? Кто повергает перед ним народы и низлагает царей, его мечом обращает их в пыль, стрелами его развеивает их, как мекину? Преследуя их, он идет без опаски, дорогою, по которой еще не ходил. Кто так устроил, кто сделал это? Тот, кто от начала времен вызывает поколение на свет. Я, Господь, первый, и с последним поколением тоже буду я. Острова увидели и ужас объялых, затрепетали концы земли. Приблизились они, предстали, помогают друг другу, ободряют один другого. «Держись!» Ремесленник плавильщика подбодряет, а чеканщик подбодряет кузнеца, говорит «хорошо, прочно» и закрепляет гвоздями, чтобы не шаталось. «О, Израиль, раб мой, Иаков, избранник мой, потомство Авраама, друга моего! Я забрал тебя с концов земли, призвал из самых дальних стран, сказал тебе, «Ты раб мой, ты избранник мой, тебя не отвергну». Не бойся, ибо я с тобою, не страшись, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, я помогу, рука моя принесет тебе избавление. Ждет бесчестие и позор всех, кто ненавидит тебя. Твои враги обратятся в ничто, сгинут, будешь их искать, не найдешь. Не станет тех, что боролись с тобою, враждовавшие с тобой, обратятся в ничто. «Я, Господь, Бог твой, за руку тебя держу и говорю, не бойся, я помогу тебе. Не бойся, Яков, червь, народ Израиля, я помогу тебе», говорит Господь, избавитель твой, святой Бог Израиля. «Я сделаю тебя молотилкой новой, зубчатой, и будешь ты молотить и дробить горы, развеешь холмы, как Мекину. Ты рассеешь их всех, подхватит их ветер, буря прочь унесет. Твоей радостью будет Господь, святой Бог Израиля будет твоей славой». Бедняки, обездоленные воду найти не могут, пересохли у них языки от жажды. «Я, Господь, отзовусь, я, Бог Израиля, их не оставлю». «Я сделаю так, что потоки с голых холмов побегут и в долинах ручьи пробьются. В озеро я превращу пустыню, покроется источниками сухая земля. По воле моей в пустыне вырастут кедра, акации, миртой оливы, в степи кипарисы будут расти и платаны, и сосны. Увидят все и поймут, заметят и уразумеют, что это сделала рука Господа, что это совершил святой Бог Израиля. «Изложите ваши притязания», говорит Господь, «приведите доказательства ваши», говорит царь Акова. «В доказательства пусть поведают нам, что должно случиться, или прошлое, каким оно было. Скажите, и мы, поразмыслив, поймем, что будет дальше, или сами поведайте нам о грядущем. О будущем расскажите, и мы поймем, что вы боги. Совершите что-нибудь доброе или злое, и мы все устрашимся, увидев это». «Да нет же, вы ничто, ничего вы не в силах сделать. Мерзок тот, кто выберет вас. С севера я привел его, он появился, он к имени моему с востока воззвал. Он попирает правителей, словно грязь, так топчет глину гончар. Кто рассказал об этом заранее, чтобы мы узнали, кто поведал об этом прежде, чтобы мы сказали, он был прав. Никто не рассказывал, не возвещал, не слыхать было от вас речей. Я первым поведал это Сиону, вестника послал я в Иерусалим. Вижу я, нет их, нет никого, кто мог бы дать совет. Если я спрошу их, не смогут они ответить. Все они обман, дела их ничто, их извояния, словно ветер и пустота. Глава 42 Вот раб мой, я с ним. Это избранник мой, тот, кто угоден мне. Я не спослал на него мой дух, чтобы он явил народом правый суд. Он не будет кричать, не говорит он громко, его голоса на улицах не услышишь. Не переломит надломленную тростинку, тлеющего фитиля не загасит. Он явит поистине правый суд. Не угаснет, не сломится он, правосудие он утвердит на земле. Ждут острова наставлений его. Так говорит Бог, Господь, тот, кто сотворил и распростер небеса, создал землю и все порождения ее, людям на земле дыхание дал, дал дыхание всем, кто ходит по ней. Я, Господь, призвал тебя, чтобы свершить избавление. Я держу тебя за руку, я охраню тебя. Ты мой договор с народом и свет для всех племен. Пусть откроются глаза слепых и выйдут узники из темницы, пусть сидящие во мраке выйдут из своей тюрьмы. Я, Господь, вот мое имя. Никому не отдам свою славу, хвалу, что подобает мне, идолам не отдам. Прежнее уже свершилось, и я возвещаю новое, говорю вам о том, что еще не произошло. Пойте Господу новую песень, хвалите его от конца земли. И вы, мореходы, и все, что есть в море, и вы острова, и все обитатели островов. Пусть восклицает пустыня и ее селенья, где живут кидарцы, пусть обитатели скал ликуют, кричат с горных вершин. Пусть воздадут Господу славу, восхвалят его на островах. Господь вышел вперед, как могучий воин, преисполнился ярости, как воитель. Восклицает он, клич боевой издает, вызов бросает врагам. Безмолвствовал я от века, молчал, сдерживал себя, но теперь, словно роженица, буду кричать, глотая воздух. Засуху я пошлю на горы и холмы, так что высохнет на них вся трава, потоки превращу в пустыню, осушу озера. Поведу я слепых по пути, которого они не знали, дорогами, которых они не знали, их поведу. Тьму перед ними я сделаю светом, неровную землю ровной. Все это совершу я, не отступлюсь. Убегут покрытые позором те, кто на идолов возлагал надежды, кто говорил литым изваянием «Вы наши боги». Слушайте же, глухие, смотрите, слепые, глядите, кто, как не раб мой, слеп, кто, так глух, как посланник, отправленный мною, кто, так слеп, как посланец мой, так слеп, как раб Господа. Ты многое видишь, но ничего не замечаешь. Слушает он, но не слышит. Желает Господь возвеличить и прославить закон, чтобы явилось избавление. Но этот народ разорен и ограблен, все они попались в ямы, брошены в тюрьмы, стали они добычей, никто их не спас. Захватили их и никто не сказал «Верни их». Кто из вас прислушается к этому? Кто из вас впредь будет слушать и внимать? Кто Якова отдал грабителям, разорителям выдал Израиля? Господь, против которого мы согрешили. Не хотели они его путями ходить, не слушали наставлений его, и он излил на них свой яростный гнев, послал жестокую войну. Это пламя их опаляло со всех сторон, но они ничего не поняли, оно их жгло, но так и не уразумели они. Глава 43 «Но теперь так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков, создавший тебя Израиль, не бойся, я выкупил тебя, я позвал тебя по имени, ты мой, пойдешь ли ты через воды, я буду с тобой, станешь потоки переходить, они тебя не захлестнут, пойдешь ли сквозь огонь, он тебя не опалит, пламя не обожжет, я Господь, твой Бог, святой Бог Израиля, твой избавитель, я отдал как выкуп за тебя Египет, куш и сего, ценен ты для меня и дорог, я тебя полюбил, и поэтому других вместо тебя отдаю, отдаю народы, чтобы тебя спасти, не бойся, ведь я с тобою, с востока детей твоих приведу, с запада заберу тебя, скажу я северу, отдай их, югу скажу, не удерживай их, приведите моих сыновей издалека, приведите от края земли дочерей моих, всех, кто именем моим осенен, кого сотворил я во славу себе, кого я создал, кому облик дал я, выводите народ, который слеп, хотя есть у них глаза, выводите тех, кто глух, хотя уши у них есть, все племена сошлись вместе, собрались народы, кто из них предвозвестил, предсказал нам то, что свершилось, пусть приведут свидетелей, пусть докажут, чтобы слышавшие сказали правда, вы свидетели мои, говорит Господь, и рабы мои, я избрал вас, чтобы поняли вы и поверили мне и уразумели, что это я, нет Бога, что появился бы до меня, или после меня пребывал бы, это я, я Господь, нет избавителя, кроме меня, это я поведал, избавил, возвестил, я, а не кто-то чужой, и вы, мои свидетели, говорит Господь, я Бог, издревле это я, от руки моей никто не спасет, то, что сделал я, кто отменит, так говорит Господь избавитель ваш, святой Бог Израиля, ради вас я послал в Вавилон, и я сделаю беженцами их всех, корабли огласятся криками халдеев, я Господь, святой Бог ваш, творец Израиля, царь ваш, так говорит Господь, проложивший в море дорогу, путь в глубоких водах, выведший колесницы и коней, полчище, воинов сильных, все они полегли, не встали, угасли, потухли, как фитиль, прежнее можете не вспоминать, можете не думать о прошлом, ибо я сделаю нечто новое, сейчас оно явится, неужели вы не поймете, проложу я дорогу в пустыне, пошлю в пустынную землю потоки, даже дикие твари меня восславят, шакалы и страусы, когда пошлю я воду в пустыню, в пустынную землю потоки, чтобы поить избранный мой народ, этот народ я сотворил для себя, чтобы он возносил мне хвалу, но не меня призывал ты Иаков, ты тяготился мною Израиль, жертвенных ягнят не сжигал ты ради меня, мне во славу жертв не приносил, я тебя не обременял, приношений хлебных не требовал, не утомлял тебя, не требовал благовоний, не покупал ты для меня благовонный тростник, не питал меня жиром жертвенных животных, напротив, ты обременял меня своими грехами, прегрешениями утомлял, я, я сам, ради себя самого заглажу твою вину, непокорность твою, грехов твоих больше не вспомню, зови же меня на суд, рассказывай, докажи свою правоту, прародитель твой согрешил, твои властители восстали против меня, и обрек я правителей святыни на позор, отдал Иакова на уничтожение, Израиля на поношение отдал, глава 44 Но теперь слушай, Иаков, раб мой, Израиль, избранник мой, так говорит Господь, сотворивший тебя, создавший тебя в материнской утробе, тот, кто тебе помогает. Не бойся, раб мой, Иаков, Ишурун, избранник мой, я и залью воду на жаждущую почву, на сухую землю потоки, я и залью дух мой на потомство твое, на твоих детей мое благословение. Вырастут они среди трав, как тополя у потоков. Один скажет, я Господень, другой наречется именем Иакова, а иной начертает на своей руке Господень и получит имя Израиль. Так говорит Господь, царь Израиля, избавитель его, Господь воинств. Я первый и я последний и нет богов кроме меня. Кто подобен мне, пусть отзовется, пусть расскажет мне по порядку, что было с тех пор, как я создал народ древний, и о будущем, о том, что грядет, пусть расскажут. Не страшитесь, не бойтесь, ведь я еще в давние времена поведал, вам все рассказал, и вы свидетели мои. Разве есть Бог кроме меня? Нет, я не знаю другой скалы. Все, кто делает идолов, это ничтожество, и сами идолы их любимцы никчемны. Идолы, свидетели их, ничего не видят, не знают, и потому опозорены будут они. И кто же делает богов, отливает идолов, от которых нет никакого толка? Все приверженцы идолов опозорены будут, изготовители их, всего лишь люди. Пусть все они соберутся, станут вместе, перепугаются, опозорены будут они все. Кузнец берет орудие, держит изделие над углями, молотками его обрабатывает. Трудятся сильные руки мастера. И поесть некогда, изнемогает он, и воды не пьет, утомился в конец. Резчик по дереву натягивает шнур, процарапывает очертания, работает резцом и циркулем. Он делает изображение человека, образ красоты человеческой, чтобы можно было поставить в святилище. Срубает он кедры, выбирает кипарис или дуб, и оставляет его до времени расти в лесу, либо сажает сосну, и ее взращивают дожди. Ижет человек дерево, берет его, чтобы согреться, разводит огонь, печет хлеб. А еще он делает бога и простирается перед ним ниц, вырезает из дерева идола и поклоняется ему. Половину дерева он сжигает, жарит мясо и наедается вдоволь. Согревшись, он восклицает, ага, вот теперь мне тепло, теперь светло от огня. А из оставшегося дерева он вырезает бога, идола, и поклоняется ему, и простирается ниц, и молится ему, спаси меня, ведь ты же мой бог. Не знают они ничего, не понимают, запечатаны у них зрение и разум, и они не видят, не могут уразуметь. Никто из них не одумается, ни у кого не хватит ума и здравомыслия, чтобы сказать себе, половину дерева я сжег, на углях испек хлеб, мясо и жарил, наелся. А нужно ли мне из остатка делать мерзость, нужно ли поклоняться деревяшке? Такой человек словно гоняется за пылью, его разум обманут, и он пребывает в заблуждении. Не спасет он свою жизнь, не скажет себе, в руке у меня только ложь. Помни это, Иаков, помни, Израиль, ибо ты раб мой, я создал тебя, ты раб мой, и я не забуду тебя, Израиль. Я развеял твои грехи, как облака, рассел, как тучу твою вино. Я выкупил тебя, верни же ко мне. Ликуйте небеса о том, что сделал Господь, радостно восклицайте глубины земли, громко ликуйте горы и лес, все деревья лесные. Господь выкупил Иакова, прославился, избавив Израиля. Так говорит Господь избавитель твой, создавший тебя в материнской утробе. Я Господь, Творец всего, я один распростер небеса. А когда создавал я землю, разве были у меня помощники? Знамения гадателей я обращаю в ничто, прорицателей обвожу вокруг пальца, мудрецам наношу поражение, все их знания делаю глупостью. Я исполняю то, о чем поведал раб мой, делаю то, о чем говорили мои посланцы. Я говорю об Иерусалиме, он вновь заселен будет, и о городах Иудеи, будут они отстроены, восстановлю я руины эти. Без не я говорю, пересохни, осушу я потоки твои. А о Кире я говорю, это пастырь, посланный мною, и он выполнит мою волю. Иерусалиму скажет, ты будешь отстроен, а храму ты вновь возведен будешь. Глава 45. Так говорит Господь своему помазаннику Киру, я держу его за руку, подчиняю ему народы, с царей облачения срываю, распахиваю перед ним все двери, и ворота не остановят его. Я сам пойду перед тобою, горы превращу в равнину, разобью бронзовые двери, засовы железные сломаю, отдам тебе сокровища, скрытые во тьме, спрятанные богатства, чтобы ты понял. Это я, Господь, призываю тебя по имени, я, Бог Израиля. Ради раба моего Иакова, ради Израиля, избранника моего, я призвал тебя по имени, дал тебе почетное имя, хотя ты меня и не знаешь. Я Господь и другого нет, нет богов кроме меня. Ты меня не знаешь, но это я даровал тебе силу, чтобы все на востоке и на западе узнали, что кроме меня нет никого. Я Господь и другого нет. Я создаю свет и творю тьму, посылаю благоденствие и творю беду. Все это делаю я, Господь. Изливайте небеса избавление, пусть прольется оно из туч, пусть раступится земля и явится спасение, и праведность пусть расцветет. Я, Господь, сотворил все это. Горе тому, кто попрекает Создателя своего, черепок, попрекающий горшечника, разве скажет глиняный сосуд гончару, что ты делаешь, или дело твоих рук скажет и тебе, от безрукий. Горе тому, кто скажет отцу, кого на свет производишь, или матери, кого ты рожаешь. Так говорит Господь, Святой Бог Израиля, Создатель Его. Вам ли спрашивать меня о детях моих, указывать, что мне делать с творением рук моих? Я создал землю, на земле сотворил людей. Это мои руки распростерли небо, и воинству небесному я отдаю приказы. Я привел его как избавителя, и все дороги я выровняю перед ним. Он отстроит мой город, освободит моих изгнанников, без всякого выкупа, без всякой платы, говорит Господь воинств. Так говорит Господь. То, что нажито Египтом, приобретено кушам, и жители сивы, рослые люди, все достанется тебе, твоим будет. Пойдут они за тобой, в оковах пойдут, падут ниц пред тобой, станут взывать к тебе. Только с тобою Бог, и другого нет, нет иных богов. Поистине ты Бог сокровенный, Бог Израиля избавитель. Их всех постигает бесчестие и позор. Идут позором покрыты все, кто делает идолов. А Израиль Господом спасен, спасен навеки. Впредь никогда не узнаете вы бесчестие и позор. Так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, который земле облик придал, создал ее, он ее утвердил, сотворил он ее не за тем, чтобы она пустовала, а чтобы жили на ней. Я Господь и другого нет. Ни в потаенном месте я говорил, ни в стране тьмы, ни приказывал я потомкам Иакова «Ищите меня в безлюдных местах». Я Господь говорю справедливое, истину возвещаю. Соберитесь, придите, приблизьтесь все вместе, вы остатки народов. Ничего не смыслят они те, кто носит идолов деревянных своих и молится Богу, который не спасет. Расскажите, доказательства приведите, пусть они посовещаются между собой. Кто о случившемся поведал заранее, рассказал еще в давние времена. Я Господь, нет богов, кроме меня. Я Бог праведный, избавитель, и нет иного. Ко мне обратитесь все концы земли, и будете спасены. Я Бог, и другого нет. Я поклялся собой, уста мои изрекли правдивое слово, оно не приложено. Предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык даст клятву мне. Лишь у Господа скажут обо мне, есть справедливость и сила. Престыженные придут к нему все, кто ненавидел его. Глава 46 Пригнулся Бел, набу склонился, на вьючных животных погружены их извояния. Раньше носили их вы, теперь они ноша усталого скота. Склонились, пригнулись они все, не смогли эту ношу спасти, сами в плен пошли. Слушайте меня, сыны Иакова, остаток сынов Израиля, вы, кого носил я от рождения, нес на руках с тех пор, как вы родились. До старости вашей я буду все тот же, станете седыми, а я буду вас носить. Я сотворил, и я несу на руках, несу и спасаю. С кем вы сравните меня, кому уподобите, сходство найдя. Сыплют они из сумы золото, взвешивают серебро на весах и нанимают мастера, и он из этого отливает для них Бога. Они поклоняются этому Богу, простирают цениц перед Ним, поднимают его, несут на плечах, потом ставят, и он стоит, не двигаясь с места. Можно громко взывать к нему, он не ответит, не избавит от беды. Помните это и устыдитесь, одумайтесь, мятежники. Вспомните, что было прежде в древности. Я Бог и другого нет. Я Бог и нет подобного мне. Уже вначале я возвещаю то, что будет в конце, заранее рассказываю о том, что еще не случилось. Я говорю, мой замысел свершится, все желания свои я исполню. Я призвал с востока хищную птицу, из дальней страны призвал того, кто замысел мой исполнит. Я сказал и я совершу. Я задумал и сделаю так. Слушайте меня, упрямцы, далекие от спасения. Я послал спасение, оно уже рядом, недалеко. Послал избавление, оно не замедлит прийти. Я дарую Сиону избавление, Израилю славу мою. Глава 47 Сойди и сядь на землю, дева, дочь Вавилона, на земь садись. Нет больше трона, дочь Халдеи. Впредь тебе уже не скажут, до чего тонка и нежна. Бери за ручные жернова, мели муку, сними покрывало, подол задери, оголи ноги, переходи реки. Пусть откроется нагота твоя, пусть будет виден твой срам. Я свершу месть, никто мне не помешает. Наш Избавитель, святой Бог Израиля, его имя Господь воинств. Сиди, молчи, уходи во тьму, дочь Халдеи. Впредь о тебе уже не скажут, владычица стран. Разгневался я на мой народ, их достояние мое, я обрек на позор, отдал тебе. А ты не была милосердна к ним, даже на старцев ермо тяжелое Ты говорила «Я пребуду всегда, я владычица вечная». Не задумывалась ты о том, чем все это кончится, не размышляла. Слушай же, любительница роскоши, ты, что живешь в безопасности, говоришь себе «Нет никого, кроме меня, я не овдовею, детей не лишусь». То и другое постигнет тебя внезапно в один день, и потеря детей, и вдовство. Испытаешь что это сполна, хотя много колдуешь ты, и заклятия твои сильны. Ты не ведаешь опасений злотворя, говоришь, не видит меня никто. Мудрость твоя и знания сбили тебя с пути. Ты себе говоришь «Нет никого, кроме меня». Но придет к тебе беда, и не сможешь спастись чародейством. Падет на тебя несчастье, ты его отвратить не сумеешь, внезапно погибель придет, ты о ней не подозреваешь. Что ж, используй свои заклятия, колдуй побольше, ведь к таким трудам ты с юных лет привычна. Может быть, чего-нибудь и добьешься, может, кого и напугаешь. То и дело совет созываешь ты, уже утомилась. Пускай же явятся и спасут тебя они, те, кто исследует небо, за звездами наблюдает и предсказывает твою судьбу на каждый месяц. Стали они, как солома, огонь пожрал их, даже себя не смогли от пламени спасти. Не осталось ни угольков, чтобы согреться, ни огня, чтобы возле него посидеть. Вот каковы оказались они для тебя, те, для кого ты трудилась, с кем уже в юности торговала. Побрели они каждый своим путем, никто тебя не спас. Глава 48. Слушайте и все именем Израиля нареченные, произошедшие от семени Иуды, те, что клянутся именем Господа, призывают Бога Израиля, но далекие от верности и праведности. Наречены они в честь святого города, полагаются на Бога Израиля, чье имя — Господь воинств. То, что было, я предсказал заранее, уста мои изрекли, я возвестил и внезапно сделал так, и все сбылось. Знал я, что ты упрям, что шея твоя из железа, а лоб из меди, потому и предсказал тебе все заранее, возвестил прежде, чем это сбылось. Чтобы ты не говорил потом «так сделал мой идол, так повелел мой Бог из вояне литое». Ты слышал? Гляди же теперь, вот оно. Неужели ты этого не признаешь? А сейчас я рассказал тебе о новом, о том, что было сокрыто, тебе неведомо. Это свершается ныне, не в древности, и прежде ты об этом не слышал, не можешь сказать «я знаю». Да, ты не слышал, не знаешь, издревле ухо твое не внемлет. Я знаю о предательствах твоих, тебя от рождения мятежником нарекли. Ради имени моего я умерю пока свой гнев, ради славы моей воздержусь, не уничтожу тебя. Я переплавил тебя, но не так, как серебро, испытал тебя в горниле бедствий. Ради себя, ради себя самого я делаю это, ибо как же я могу подвергнуться бесчестью? Я славу свою никому не отдам. Слушай меня, Иаков, Израиль, призванный мною. Это я, я первый и я последний. Рука моя утвердила землю, и небо моей рукой распростерта. Призываю их, и они предстают предо мной. Соберитесь и слушайте все. Кто из них предсказал это? Господь любит его, и выполнит он волю Господа о Вавилоне, рука его обратится против халдеев. Я, я возвестил это и призвал его, я привел его, и он победит. Приблизьтесь ко мне и слушайте. С самого начала я говорю не тайно, с тех пор, как это началось, я там. Теперь Господь Бог посылает меня и дух свой. Так говорит Господь, Избавитель твой, святой Бог Израиля. Я, Господь, Бог твой, я наставляю тебя, чтобы тебе помочь, направляю тебя на путь, по которому ты должен идти. О, если бы ты внимал по велениям моим, тогда текло бы счастье твое, как поток, твое благоденствие, было бы, как волны морские. Было бы у тебя детей, что песку, потомков было бы, что песчинок. Не исчезло бы, не погибло их имя предо мною. Уходите из Вавилона, бегите из халдеи. Радостным криком возвещаете, провозглашаете, несите эту весть до края земли и говорите, Господь даровал избавление рабу своему Иакову. Не страдали они от жажды, когда он их вел по пустыне. Он сделал так, что вода полилась для них из скалы. Скалу он рассек, и хлынула вода. Нет мира злодеям, говорит Господь. Глава 49. Слушайте меня, острова, внимайте дальние народы. От рождения призвал меня Господь. Позвал он меня по имени, едва из утробы я вышел. Он устам и сделал, как острый меч, укрыл меня тенью руки своей, в стрелу заостренную меня превратил и спрятал в свой колчан. Он сказал мне, «Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь». А я-то думал, напрасно тружусь я, попусту тщетно силы трачу. Но есть у Господа для меня справедливость, есть мне награда от Бога моего. И теперь, говорит Господь, тот, кто создал меня в утробе, чтобы я был рабом ему, чтобы вернул я к нему Иакова, и собрался бы к нему весь Израиль. Я славен в очах Господа, мой Бог стал моей силой. Говорит он, «Сверх того, что ты раб мой, что ты возродишь племена Иакова, приведешь назад остаток Израиля, я также сделаю тебя светом для народов, чтобы спасение, неспосланное мною, край земли достигло». Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святой Бог его, тому, кто позором покрыт, кто в презрении у народов, рабу владык. Увидев тебя, цари будут вставать, владыки будут падать ниц, ради Господа, верен он, ради Святого Бога Израиля, он тебя избрал. Так говорит Господь, «Я ответил тебе во дни милости моей, в день спасения помог я тебе. Я тебя храню, ты мой договор с народом. Ты возродишь землю, раздашь запустевшие владения, скажешь узникам «выходите», скажешь сидящим во мраке «покажитесь». Вдоль дорог они будут пастись, и даже на голых холмах пастбище найдут. Не будут они знать ни голода, ни жажды, не будут страдать от палящего солнца, ибо их поведет тот, кто жалеет их, и он к источникам их приведет. Горы мои превращу я в дорогу, высоко пролягут мои пути. Вот люди идут издалека, эти с севера, эти с запада, те из земли сиенцев. Ликуйте небеса, возвеселись земля, пусть горы громко ликуют. Господь утешил свой народ, пожалел обездоленных своих. Говорила дочь Сиона, «Покинул меня Господь, Бог забыл меня». Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду. Я начертал тебя на своих ладонях, стены твои всегда пред очами моими. Уже спешат сюда твои сыновья, а те, кто тебя разрушил и опустошил, уходят. Оглянись вокруг, посмотри, все твои сыновья собрались, пришли к тебе. Клянусь собою, говорит Господь, ты как драгоценностями украсишься ими, нарядишься, как невеста. Опустошены, обезлюдили земли твои, страна твоя разорена. Но теперь у тебя будет тесно от многолюдства, а те, кто тебя пожирал, уйдут прочь. Ты детей потеряла, но у тебя еще будут дети, и они тебе скажут, нам тесно здесь, дай нам место, где мы могли бы жить. И ты удивишься, кто родил их мне. Я лишилась детей, я бесплодна, жила изгнанницей вдали от дома. Кто же вырастил их? Ведь я осталась одна, откуда они? Так говорит Господь Бог. Я рукою подам народам знак, подниму свое знамя для племен, и они принесут твоих сыновей на руках, дочерей твоих на плечах принесут. Цари будут нянчить твоих детей, царские жены станут кормилицами у тебя. Будут они простираться перед тобой на земле, у ног твоих пыль лизать. И ты поймешь, что я Господь, что тем, кто надеется на меня, не придется стыдиться. Разве можно отнять добычу у сильного воина? Разве те, кто к угнетателю в плен попал, могут спастись? Так говорит Господь. Да, у сильного воина будут отняты пленники, те, кто добычей угнетателя стал, спасутся. Я сам противостану тем, кто противостоит тебе. Я спасу твоих сыновей. Мучителей твоих накормлю я их же плотью. Свою кровь они будут пить и опьянеют, как от молодого вина. И узнают все люди, что я Господь твой спаситель, избавитель твой, сильный Бог Иакова. Глава 50. Так говорит Господь. Разве есть письмо о разводе у матери вашей, которую я выгнал? Кому из моих взаимодавцев я отдал вас за долги? Нет, из-за ваших грехов проданы вы. Из-за непокорности вашей выгнана ваша мать. Я пришел, почему же нет никого? Я зову, почему никто не отвечает? Неужели моя рука не может принести избавление? Разве не хватит у меня силы, чтобы спасти? Я грозно восклицаю, и пересыхает море, становится пустыней земля, где текли потоки, и рыбы гниют без воды, от безводья умирают. Небо я облекаю во мрак, рубищем закрываю его. Господь Бог язык умудренного дал мне, и я умею уставших поддержать словом. По утрам он мой слух пробуждает, чтобы я слушал так, как слушают умудренные. Господь Бог открыл мне слух, и не воспротивился я, не отступил назад. Подставил я спину бьющим, позволил мою бороду рвать, лица не прятал от оскорблений и плевков. Господь Бог помогает мне, и поэтому не коснулось меня без чести. Лицо мое, как кремень, я знаю, что не изведаю позор. Приближается тот, кто меня оправдает. Кто же против меня? Предстанем вместе на суд. Кто хочет судиться со мной? Пусть подойдет. Господь Бог помогает мне, кто сможет в чем-то меня обвинить. Как одежда износятся все они, их съест моль. Кто из вас Господа боится и раба его слушает? Пусть ходящие во тьме и лишенные света надеются на имя Господа, на Бога своего уповают. Увы, те, кто разводит огонь, зажигает факелы. Что ж, ходите при свете своего огня с факелами, которые вы сами зажгли. Вот что сделает с вами моя рука. Вы будете лежать в муках. Глава 51. Слушайте меня, те, кто праведно живет, Господа ищет. Взгляните на скалу, из которой высечены вы, на шахту, из которой вырублены вы, на Авраама, вашего отца, на Сару, родительницу вашу. Когда я призвал Авраама, он был один, но я его благословил, даровал ему много потомков. Господь утешит Сион, утешит развалины его, превратит его пустыни в подобие Эдема, его пустоши, в подобие Господнего сада. Воцарятся на Сионе радости ликования, зазвучат хвалебные песни. Слушай меня, мой народ, внимай мне, племя мое. От меня учение придет, поставлю правосудие мое светом для народов. Правда моя близка, от меня придет спасение. Своей рукой я свершу суд средь народов. И будут острова на меня уповать, надеяться на руку мою. Поднимите взор к небесам, взгляните на землю, что простерлось под ними. Небеса эти развеются, словно дымы, земля обветшает, словно одежда. Ее обитатели погибнут, как мошки. Но спасение, посланное мною, прибудет вовек. Избавление, дарованное мною, не упразднится. Слушайте меня те, кто знает, что такое справедливость, те, кто хранит мои наставления в сердце. Не бойтесь, когда люди поносят вас, не страшитесь их хулы. Съест их моль, словно одежду, словно одежду из шерсти. А избавление, дарованное мною, прибудет вовек. Спасение, посланное мною, на все времена. Пробудись, пробудись, рука Господня, исполнись мощью. Пробудись, как в прежние дни, как в древние времена. Разве не ты зарубила рахов, не ты ли пронзила змея? Разве не ты осушила море, осушила воды великой бездны? Не ты ли превратила морское дно в дорогу, по которой прошли спасенные? Избавленные Господом вернутся, с ликующими криками взойдут на Сион, и вечная радость увенчает головы их. Они обретут веселье и радость, а скорби, вздохи прочь улетят. Я, я утешитель ваш. Что же ты боишься смертного человека, того, чья судьба — судьба травы? Забываешь ты Господа, Создателя твоего, того, кто небо распростер, утвердил землю. Зато все время трепещешь пред гневом притеснителя, который погубить тебя собрался. Но где теперь разгневанный притеснитель? Закованный узник скоро получит свободу, не погибнет он, не сойдет в могилу, и хлеб у него будет. Я Господь, Бог твой. Я тот, кто посылает на море бурю и волны реветь заставляет. Тот, чье имя — Господь воинств. Слова мои, я вложил тебе в уста, укрыл тебя под сенью моей руки. Я простер небеса и землю утвердил. Я сказал Сиону, ты мой народ. Поднимись, поднимись, встань, о дочи Иерусалима. Приняв из руки Господа чашу его гнева, выпила ты ее. До дна ты выпила эту чашу, чашу, после которой не устоять на ногах. Из всех сыновей, что она родила, некому проводить ее. Из всех, кого вырастила она, поддержать ее под руку некому. Двойное несчастье постигло тебя. Кто же тебе посочувствует? Грабеж и погибель, голод и меч. Кто же тебя утешит? Твои сыновья лежат без сил на всех перекрестках, как серны, пойманные в сеть. В полной мере они изведали гнев Господень. Грозен глаз твоего Бога. Слушай же, обездоленная, пьяная не от вина. Так говорит твой владыка, Господь, твой Бог, защищает он свой народ. Я заберу у тебя эту чашу, чашу, после которой не устоять на ногах, чашу гнева моего. Больше не будешь ты из нее пить. Я передам ее мучителям твоим, приказавшим тебе, склонись, мы по тебе пройдем. Стала ты для них, как земля, по тебе, как по улице ступали. Глава пятьдесят вторая Пробудись, пробудись, преисполнись мощью Сион. Облачись в одежды своей славы, город святой Иерусалим. Ни один необрезанный и нечистый не ступит больше на улицы твои. Стряхни с себя прах, поднимись, пленный Иерусалим. Пали цепи шеи твоей, пленная дочь Сиона. Так говорит Господь, Господь. Даром отданы были вы, и без выкупа будете освобождены. Так говорит Господь Бог. Сперва народ мой в Египет ушел, жил на чужбине, потом от ассирийцев безвинно терпел угнетение. Что же мне делать теперь? Говорит Господь. Даром захвачен мой народ, рыдают правители его, говорит Господь. Имя мое в поругании постоянно, каждый день. Потому народ мой познает имя мое. День настанет, поймут они, что говорю с ними я, что это я. Как приятно видеть того, кто идет по горам с радостной вестью, возвещает благоденствие, несет радостную весть, возвещает спасение, говорит Сиону, твой Бог воцарился. Слышны голоса стражей твоих. В один голос закричали радостно стражи, воочию увидели они, как вернулся Господь на Сион. Ликуйте же громко все вместе развалины Иерусалима, ибо Господь утешил народ свой, избавил Иерусалим. Обнажил Господь святую руку свою, пред взорами всех народов, увидели жители всех концов земли, как дарует спасение наш Бог. Уходите, уходите прочь оттуда, к тому, что нечисто, не прикасайтесь. Прочь оттуда, будьте чисты, о вы, несущие сосуды Господни. Но в путь вы отправитесь, не торопясь, бежать не придется вам. Впереди пойдет Господь, и Он же, Бог Израиля, будет сзади, как защита. Раб мой преуспеет, возвысится он, вознесется, взойдет высоко. Многие поражались, глядя на Него. Он был изуродован, на человека не похож, вида он был нелюдского. Но вот многие народы удивятся, глядя на Него, цари перед Ним умолкнут. Увидят они то, о чем никто не рассказывал им, постигнут то, о чем мы и не слыхали. Глава 53. Кто поверил в вести, которую мы принесли? Кому явилась рука Господня? Пред Господом Он поднялся, как росток, что пророс из корня в сухой земле. Не было в Нем великолепия, мы на Него и не смотрели. Не было в Его облике такого, что привлекало бы нас. Он был презираем, отвергнут всеми. Человек, познавший страдания, изведавший боль. От такого отворачиваются, Его презирали. Ни во что не ставили мы Его. Но это наши муки на Себя Он принял, на Себя страдания наши взял. Мы думали, на Него обрушилась кара, мучения, наказания от Бога. А Он был изранен за наши грехи и терпел удары за нашу вину. Муки Его принесли нам благо, Его раны нас исцелили. Мы все заблудились, как овцы, разбрелись кто куда. Но за наши грехи Господь покарал его. Угнетаемый, униженный, он оставался безмолвен. Как ягненок, которого ведут на убой, как овца, что безгласно, когда ее стригут, так и он оставался безмолвен. Был он схвачен, под суд отдан. Кто о судьбе его размышляет. От земли живых он был отторгнут, пала на него кара за грехи моего народа. Со злодеями он похоронен, рядом с богатым могила его. Хотя не совершал он преступлений, в устах его не было лжи. Господь пожелал послать ему страдания и обрек его на муку. Если ты сделаешь его жертвой за грех, то узрит он потомство свое, будет жить долго и волю Господа сумеет исполнить. После бедствия он узрит свет и возрадуется. Он, праведник, раб мой, благочестием своим оправдает многих, на себя вину их примет. Поэтому я ему долю дам средь великих, и вместе с сильными будет он делить добычу. Ведь он на смерть себя отдал, к преступникам был причислен. Он принял на себя грехи многих людей, за преступников он был ходатаем. Глава 54. Ликуй бесплодное, бездетное, восклицай и веселись нерожавшее. У покинутой будет больше детей, чем у замужней, говорит Господь. Сделай свой шатер шире, вели натянуть навес. Не стесняйся, протяни веревки подальше, закрепи колья. Твои владения распространятся и направо, и налево. Потомство твое овладеет землями многих народов, заселит опустевшие города. Не бойся, впредь не изведаешь ты позора, стыда и бесчестия. Позор твоей юности ты забудешь, бесчестия вдовства твоего больше не вспомнишь. Он твой создатель, муж твой, его имя Господь воинств. Он, святой Бог Израиля, твой избавитель, Бог всей земли, вот как зовется он. Как призывают обратно скорбящую брошенную жену, так призывает тебя Господь, словно отвергнутую жену юности, говорит твой Бог. Лишь на краткое время я тебя покинул и с великим милосердием приму обратно. В порыве гнева я от тебя отвернулся на время, но помилую тебя по любви вечной, говорит Господь, избавитель твой. Это для меня то же, что было при Ноевом потопе. Я поклялся, что Ноев потоп не вернется на землю, а теперь клянусь не гневаться впредь на тебя. Уже не услышишь ты моего возгласа грозного. Пусть даже горы сдвинутся и холмы поколеблются, но моя любовь никогда не пройдет. Мой союз с тобою останется неколебимым, говорит Господь, милующий тебя. О, ты несчастная, бурей гонимая, безутешная! Гляди, я буду класть твои камни на бирюзе, заложу твое основание на сапфирах. Укрепления твои я сделаю из рубинов, ворота твои из берилла, а стены вокруг тебя из самоцветов. Все дети твои будут научены Господом, и счастье великое ждет их. В праведности утвердишься ты, не узнаешь ты угнетения, не будешь бояться, не изведаешь ужаса, он не приблизится к тебе. Если кто на тебя нападет, не от меня это будет. Воздаянием тому, кто нападет на тебя, станет гибель. Это я сотворил кузнеца, что в углях огонь раздувает и кует оружие для войны. Это я сотворил губителя, несущего опустошение. Но оружие, выкованное для войны с тобой, не добьется победы, и всякого, кто тебя обвинит на суде, ты обличишь. Такая доля дарована рабам Господа. Я сам не спошлю оправдания им, говорит Господь. Глава 55. Приходите же к воде все, кто измучен жаждой. У кого нет серебра, приходите, получайте еду, ешьте. Приходите, получайте вино и молоко, не за серебро, бесплатно. Почему отдаете вы серебро за то, что нельзя назвать пищей? Почему заработанное тяжким трудом отдаете за то, что не насыщает? Слушайте же меня и вкусите добрые яства, богатой трапезой насладитесь. Внимайте, придите ко мне, слушайте и будете жить. Вечный договор заключу я с вами, ради верной любви моей к Давиду. Свидетелем для народов я его сделал, вождем и повелителем народов. Ты призовешь к себе племя, о котором и не знал, племя, не знавшее тебя, к тебе прибежит, ради Господа, Бога твоего, святого Бога Израиля, который тебя прославил. Взывайте к Господу, пока он рядом, зовите его, пока он близко. Пусть злодей откажется от своего пути, грешный человек от мыслей своих. Пусть вернутся к Господу, и он помилует их. К Богу нашему пусть вернутся, многомилостив он. Мысли ваши не мои мысли, мои пути не ваши пути, говорит Господь. Насколько небо выше земли, настолько мои пути выше ваших путей, мои мысли выше ваших мыслей. Как дочь или снег, с неба пав, не вернется туда, а будет поить землю, чтобы та породила растения и дала зерно для осева и в пищу. Так и слово, что выйдет из уст моих, неисполненным ко мне не вернется. Оно выполнит волю мою, свершит все то, для чего оно было послано мной. С радостью вы пойдете, ведомы будете с миром. Горы и холмы возликуют громко пред вами, и все деревья в поле будут рукоплескать. Вместо колючих кустов вырастут кипарисы, вместо крапивы — мирт. Славой Господа это станет знамением вечным, неприходящим. Глава 56. Так говорит Господь. Праведны будьте, поступайте по справедливости. Скоро я не спошлю избавления, скоро явится спасение, посланное мною. Счастлив тот, кто поступает по правде, кто держится за нее, кто хранит субботу, кто ее не оскверняет, руки свои хранит, не делает зла. Пусть иноплеменник, боящийся Господа, не говорит, отторгнет меня Господь от народа своего. Пусть евнух не говорит, я иссохшее дерево, ибо так говорит Господь. Тем евнухам, что хранят субботы мои, избирают угодные мне и держатся договоры со мной, я дарую каждому памятник и имя в храме моем, в моих стенах, и это будет лучше, чем сыновья и дочери. Каждому из них я дарую вечное имя, которое не исчезнет. А иноплеменников, что боятся Господа, служат ему, имя его возлюбили, стали ему рабами, хранят субботу, не оскверняют ее, держатся договора со мной. Их приведу я на гору святую мою, в доме молитвы моем, дарую им радость. Будут угодны мне всесожжения и жертвы их, принесенные на жертвенники моем. У всех народов мой храм называться будет домом молитвы. Так говорит Господь Бог, собирающий изгнанных сынов Израиля. Кроме тех, кто здесь уже собран, соберу я сюда и других. Дикие звери, приходите и ешьте, приходите, звери лесные. Сторожа здесь слепы и неразумны, все они псы немые, неспособные лаять. Разлеглись и дремлют, поспать они любят. Жадные псы ненасытные. Они пастухи, лишенные разумения, каждый идет по своей дорожке, каждый лишь собственной выгоды ищет. Приходите, я выставлю вина, напьемся хмеля. И завтрашний день проведем так же, повеселимся на славу. Глава 57. Умер праведник, и никто не обратил внимания. Уходят из жизни благочестивые люди, и никто не понимает, почему. Уходит праведник прочь от зла и покой обретает. Те, кто идет путем прямым, возлягут и отдохнут. Сюда подойдите вы, отпрыски колдуньи, отродье развратника и блудницы. Над кем насмехаетесь вы? Над кем зубоскалите? Кому показываете язык? Вы порождение греха, отродье лжи. Возле деревьев разгорается ваша похоть под каждым деревом ветвистым. Вы приносите в жертву детей в ущельях под новейшими скалами. Гладкие камни ущелья — твой удел. Они, они стали твоей судьбой. Им совершала ты возлияние, дарила хлебные приношения. После этого неужели я отменю свой приговор? На горе большой, высокой ты устроила ложи себе. Ты поднималась туда, приносила жертвы. За дверью своей, за дверным косяком ты поставила извояние. Изменяла ты мне, обнажалась, на ложе взбиралась, широко растелила ты ложи. С теми вступала ты в союз, с кем на ложе было тебе хорошо. Жадно на срам глядела ты. К молоху приходила ты с маслом оливы, благовонные мази расходовала, не скупясь. Далеко отправляла ты посланцев своих, отправляла их вниз, в Шеол. Долгие странствия тебя утомили, но в отчаянии ты не впала. Вновь разгорелось твое сладострасти, и оно придавало тебе силу. Кого же ты устрашилась, кого испугалась, зачем предала меня? Ты даже не вспомнила, не подумала обо мне. Я долго молчала, и поэтому ты меня не боишься. Но я возвещу об этих делах твоих праведных, и пользы они тебе не принесут. На помощь станешь звать, и пусть тебя спасают те, кого ты насобирала. Все они будут сметены ветром, их унесет прочь даже легкое дуновение. А те, кто на мою защиту уповал, овладеют землей, получат во владение гору святую мою. Тогда сказано будет, проложите путь, приготовьте дорогу, с пути народа моего уберите преграды. Так говорит высокий, вознесенный, пребывающий вечно, тот, чье имя святой. Я пребываю на святых высотах, но я с оскорбящими, с теми, чей дух удручен. Дух удрученных я оживлю, оживлю сердца оскорбящих. Не вечно буду я обвинять людей, не бесконечен мой гнев, а не то изнемог бы предо мной их дух, изнемогли бы души, созданные мной. За греховную их корысть я разгневался на них, карал я их, отворачивался в гневе, но они отступники делали то, что хотели. Я вижу, что делают они, и все же я их исцелю. Я сам поведу и утешу их, утешу скорбящих, вложу в их устах хвалу. «Мир, мир и далеким, и близким», — говорит Господь. «Я исцелю их». Но злодеи, как бурливое море, которое не знает покоя и выносит на берег и листую грязь. «Нет мира злодеям», — говорит мой Бог. Глава 58. Кричи во весь голос, не сдерживай крик, а пусть он будет громким, как звук трубы. Возвести моему народу его грех, возвести сынам Иакова их вину. Каждый день они взывают ко мне, хотят постичь мои пути, будто народ, что поступает по правде, не забывает законов Бога своего. Просят они у меня справедливых решений, хотят, чтобы Бог был ближе. Мы постимся, а ты не смотришь. Мы смиряем себя, а ты знать не желаешь. Вы в день поста творите, что хотите, угнетаете работников своих. Вы поститесь, и множатся раздоры и распри, вы жестоко бьете людей кулаками. Пока вы поститесь так, не будет голос ваш услышан на небе. Разве таков пост, которого я хочу, день, когда человек смиряет себя? Склонять голову, словно тростник, лежать на дерюге в пыли. Вы зовете это постом, днем, что угоден Господу? Пост, которого я хочу, таков. Сними узы несправедливости с человека, с его шеи сними ермо. Порабощенным даруй свободу, всякое ермо уничтожь. С голодным поделись едой, бедняков бездомных к себе домой приведи. Увидишь нагово, одень его, не отворачивайся от своих родных. Тогда воссияет твой свет, как заря, и быстро наступит твое исцеление. Перед тобою пойдет избавление твое, а позади слава Господа, как защита. Тогда ты Господу воззовешь, и Он ответит, позовешь на помощь, и Он скажет «Я здесь». Если всякое ермо ты у себя уничтожишь, перестанешь показывать пальцем и клеветать, и ради голодного пожертвуешь всем, и дашь угнетенным все, что им нужно, вот тогда вспыхнет во тьме твой свет, и твой мрак превратится в яркий полдень. Будет Господь вести тебя всегда, даже на землях иссохших Он даст тебе все, укрепит Он тело твое. Ты станешь, как орошенный сад, как неиссякающий источник. Ты отстроишь города на месте древних развалин, вновь возведешь строение былых времен. Тебя нарекут, подчинивший проломленную стену, восстановивший улицы, чтобы жили на них. Если перестанешь топтать субботу, не будешь в день мой святой творить, что вздумается тебе. Если радостью назовешь субботу, если чтимым наречешь святой этот день, Господень, станешь его чтить, воздерживаясь от обычных дел, от погони за выгодой, от разговоров своих, тогда, Господи, ты радоваться будешь. Я отдам под власть твою вершины земли, чтобы ты собирал урожай с надела Иакова, прародителя твоего. Вот что изрекли уста Господа. Глава 59. Рука Господа, как и раньше, может спасать, по-прежнему слышит ухо Его. Но грехи стали преградой между вами и вашим Богом, из-за ваших злых дел Он отвернулся, не слушает вас. Ваши руки кровью осквернены, пальцы замараны грехом, уста произносят ложь, язык говорит неправду. Никто не зовет на праведный суд, никто не судится честно. На свое пустословие надеются, лгут, зачинают горе, рождают беду. Они высиживают яйца гадючие, паучий сетит кот. Кто этих яиц поест, умрет, разобьется яйцо, родится змея. Из их сетей не получится одежды, не смогут они облачиться в то, что сделано ими. Дела их преступны, их руки творят насилие. Ноги несут их творить зло, скорее пролить невинную кровь. Замыслы их преступны, на их путях грабеж и погибель. Стазя мира неведомо им, на их дорогах нет справедливости. Идут они путями кривыми, такими путями ходят те, кто не обрел мира. Потому справедливость от нас далеко, праведность к нам не пришла. Мы ждали, что станет светло, но кругом тьма, ждали света, но бродим во мраке. Мы идем, как слепые вдоль стены, блуждаем на ощупь, как лишенные зрения, спотыкаемся в полдень, словно в потемках, среди здоровых людей мы подобны мертвым. Все мы ревем, как медведи, как голуби мы стянаем. Справедливости ждали мы, но нет ее. Ждали спасения, но оно далеко. Мы много грешили против тебя. Наши грехи уличают нас. Тяготеют на нас прегрешения наши. Мы знаем свою вину. Непокорны мы были, от Господа отрекались, не желали идти за нашим Богом, призывали к жестокостям, к измене, измышляли и возвещали ложь. Изгнана справедливость, праведность далеко. На площади споткнулась правда, честность не может прийти сюда. Правды уже нет. Тот, кто не делает зла, сам становится добычей. Увидел Господь, что справедливости больше нет, опечалился он. Увидел он, что нет никого. Он был поражен, что никто не хочет вмешаться. И тогда его рука принесла ему победу. Его правосудие стало ему опорой. Облачился он в правосудие, как в доспехе, возложил на голову шлем победы. В одеянии мести он облачился. Ярость надел на себя, как плащ. По их делам отплатит он им. Гнев падет на врагов его. Его недругов возмездие ждет. Воздаст он островам. Имени Господа на западе будут страшиться. Станут бояться славы его на востоке, ибо он нагрянет, как горный поток, гонимый дыханием Господа. Придет избавитель к народу Сиона, к тем сынам Иакова, что отвратились от греха, говорит Господь. Вот договор мой с ними, говорит Господь. Пусть дух мой, что на тебе пребывает, слова мои, что вложил я тебе в уста, непрестанно будут у тебя на устах, и на устах потомков твоих, и на устах их потомков, говорит Господь. Отныне и вовек. Глава 60. Поднимись, воссияй, ибо зажегся твой свет, явилась над тобою слава Господа. Землю скрывает тьма, мрак окутал народы, а над тобою явился Господь, слава его над тобою взошла. К свету твоему стекутся народы, цари соберутся к сиянию твоему. Взгляни, посмотри вокруг, они все собрались, идут к тебе. Издалека вернутся твои сыновья, твои дочери будут принесены на руках. Ты будешь глядеть с ликующей улыбкой, затрепещет от радости сердце твое, когда доставят к тебе сокровища морей, привезут богатство народов. Улицы твои заполнят верблюды, молодые верблюды, медьянитяны и фейцев. Все жители Савы придут к тебе, золото и благовония принесут, Господу воздадут хвалу. Все стадаки дарские к тебе соберутся, невоюцкими баранами ты распорядишься, жертвами приятными мне, они станут на жертвеннике моем. Я прославлю храм моей славы. Кто это? Словно облако они летят, словно стая голубей в голубятню. На меня надеются острова, и вот торшишские корабли первыми плывут сюда. Везут они издалека твоих сыновей, серебро и золото их, ради имени Господа Бога твоего, ради святого Бога Израиля он прославил тебя. Чужестранцы отстроят стены твои, их цари тебе станут служить. В гневе я тебя покарал, но прощаю тебя по любви своей. Врата твои будут открыты всегда, закрывать их не станут ни днем, ни ночью. К тебе повезут богатства народов, поведут их царей. Народ или царство, что не захочет тебе служить, погибнет. Такие народы опустошения ждет. У тебя будет все, чем славен Ливан, кипарисы, платан и сосна. Так украсится место святыни моей. Я прославлю подножие свое. Сыновья тех, кто тебя угнетал, подойдут к тебе, кланяясь низко. Все, кто тебя презирал, падут к твоим ногам. Тебя назовут городом Господа, Сионом, горой святого Бога Израиля. Ты жила покинутой, нелюбимой, все тебя сторонились. Но я сделаю так, что будут гордиться тобою вечно, всегда будут радоваться о тебе. Ты молоко будешь сосать из сосцов чужих народов, их цари тебе кормилицами будут. И ты поймешь, что я, Господь, твой Спаситель, Избавитель твой, сильный Бог Иакова. Вместо меди я золото дам тебе, вместо железа серебро, вместо дерева медь, вместо камня железо. Я поставлю благоденствие стражем твоим, праведность правительницей над тобою. Уже не слыхать будет в твоей стране о насилии, не слыхать будет на твоей земле о грабеже и погибели. Ты дашь своей стене имя спасения, своим вратам имя хвала. Не солнце будет светить тебе днем, ни луна тебе будет сиять. Сам Господь для тебя станет светом вечным, твой Бог станет славой твоей. Твое солнце уже не зайдет, не погаснет твоя луна. Сам Господь станет для тебя светом вечным, закончатся дни плача твоего. Все из народа твоего станут праведниками, вовек будут владеть землей. Они посажены мною росток, творение рук моих, которое прославит меня. От самого малого из них произойдет тысяча, от самого слабого — могучий народ. Срок придет, и я, Господь, быстро исполню это. Глава 61. На мне дух Господа Бога Господь меня избрал. Он отправил меня нести радостную весть обездоленным, исцелять сокрушенных сердцем, пленникам возвещать свободу, узникам освобождения, возвещать год Господней милости, день Бога нашего, день отмщения, утешить скорбящих, позаботиться о тех, кто скорбит на Сионе. Даровать им головную повязку вместо пыли, умощение радости вместо скорби, одеяние хвалы вместо уныния. Нарекут их могучими деревьями спасения, деревьями, что Господь посадил ради славы Своей. Они отстроят города на месте древних развалин, вновь возведут то, что разрушено в древности, восстановят города, лежащие в руинах, разрушенные в былое время. Чужеземцы станут пасти ваш скот, чужестранцы будут пахарями и виноградарями у вас. А вы, священниками Господа наречетесь, служителями Бога нашего станут вас называть. Вы будете пользоваться богатствами народов, и слава их к вам перейдет. За прошлый позор вы получите двойное воздаяние. Пережив унижение, они будут ликовать о своей земле, получат они в своей стране двойной надел, вечная радость их ждет. Я, Господь, люблю справедливость, а грабеж и злодейство ненавижу. Я вознагражу их по чести, вечный договор заключу с ними. Знаменито будет их потомство среди народов, их потомки среди племен прославлены будут. Всякий, кто их увидит, поймет, что на этом народе благословение Господа. О Господе радуюсь я, ликую о Боге моем, ибо Он облачил меня в одежды спасения, плащом праведности окутал меня. Так жених надевает головную повязку, а невеста — свои украшения. Как земля явит побеги, сад, посеянные семена, так Господь Бог произрастит праведность и хвалу пред лицом всех народов. Глава 62 Я не умолкну ради Сиона, не успокоюсь ради Иерусалима, пока не явится его избавление, как яркий свет, его спасение, как пылающий факел. Увидят народы твое избавление, все цари твою славу увидят, и будет наречено тебе новое имя, Господь тебе имя даст. Ты станешь венцом славы в руке Господа, царским венцом в руке Бога твоего. Уж не будут тебя покинутой называть, не будут звать твою землю заброшенной. Тебя нарекут желанной, землю твою замужней, ибо желанна ты Господу, и твоя земля не останется без мужа. Как юноша с девой вступает в брак, так вступят с тобою в брак обитатели твои. Как радуется невесть и жених, так возрадуется о тебе твой Бог. На стенах твоих, Иерусалим, я ставлю стражей и несмолкнутых голоса никогда, ни днем, ни ночью. Не давайте себе покоя, возглашающее имя Господа, и Ему не давайте покоя, пока Он не возведет Иерусалим, пока не прославит Он город этот по всей земле. Господь клянется Своей правой рукой, рукою могучей Своей клянется. Не отдам я больше врагам твоим хлеб, чужестранцам не пить вина, над которым ты трудилась. Кто зерно собирал, те и будут есть хлеб, и Господа будут хвалить. Кто собирал виноград, те и будут пить вино во дворах святилища моего. Выходите же из ворот, выходите, народу приготовьте дорогу. Проложите же путь, проложите, уберите прочь камни, поднимите знамя для народов. Вот Господь возвещает во все концы земли. Скажите дочери Сеоны, вот приходит спасение Твое, вот с ним награда, перед ним идет воздаяние. Нарекут их святой народ, спасенные Господом, а тебя нарекут желанное, непокинутый город. Глава 63 Кто он, идущий из Эдома, идущий из Бацры в алых одеждах? Кто он, роскошно облаченный, ступающий в силе великой? Я тот, кто изрекает праведный суд, тот, кто творит великое спасение. Почему же облачение Твое, красного цвета, почему Твои одежды, как у топтавшего виноград вдовильни? Один я работал вдовильни, никто не помогал мне из всех народов. С гневом я работал, с яростью я топтал их, и забрызганные их кровью одежды мои замарано мое облачение. День мести назначен мной, год воздаяния наступил. Взглянул я, не было помощника мне, я был поражен, не было мне поддержки. И тогда моя рука принесла мне победу, ярость моя стала мне поддержкой. В гневе топтал я народы, в ярости я сокрушал их, проливал на землю их кровь. Милость Господа я воспою, Господу воздам хвалу за все, что сделал для нас Господь, за великое благоденствие, что не спаслал он сынам Израиля по своему милосердию, по милости своей великой. Он сказал, «Это народ мой, сыновья, которые не обманут». И стал он для них спасителем. Всякая их скорбь была и его скорбью, и ангел его помогал им. По любви своей и жалости он их спасал, а в древние дни он носил их на руках. Но восстали они, оскорбили дух его святой, и сделался он их врагом, вел с ними войну. И вспомнил его народ древние дни и дни Моисея. Где же тот, кто вывел их из моря вместе с пастухами стада своего? Где же тот, кто дал им свой дух святой? Где тот, чья славная длань всегда была с Моисеем? Где тот, кто, прославив себя навеки, воды разделил перед ними, провел их через бездну? Они не спотыкались, словно конь в пустыне, словно стадо, что спускается в долину. Дух Господа вел их. А вот так ты вел свой народ, и этим ты прославил себя. Взгляни же с небес, посмотри и жилища святого и славного твоего. Где ярость твоя и сила? Ныне удержано твое милосердие, жалость твоя ко мне. Но ведь ты наш отец, пусть Авраам не признает нас, пусть не желает нас знать Израиль, но ты, о Господь, наш отец, избавитель наш, таково от века имя твое. О Господь, почему ты делаешь так, что мы блуждаем в стороне от твоих путей, упрямо отказываемся чтить тебя. Вернись ради твоих рабов, ради этих племен достояния твоего. Недолго властвовал здесь твой народ святой, враги вступили в святилище твое. Мы давно уже стали, как те, кем не правишь ты, как те, над кем не провозглашено твое имя. Глава шестьдесят четвертая О, если бы ты раскрыл небеса и сошел, горы содрогнулись бы пред тобой, так огонь зажигает хворост, воду кипеть заставляет, ты явил бы своим врагам имя свое, пред тобой затрепетали бы народы. Ведь совершал ты грозные дела, на такое и не надеялись мы. Ты сошел, и горы содрогнулись пред тобой. От века никто не слышал и не видел, чтобы другой Бог совершил такое для тех, кто уповает на него. Ты сам выходишь навстречу тому, кто с радостью поступает по правде, кто твоими путями идет и помнит о тебе. Прогневался ты, мы долго грешили, обретем ли мы спасение. Все мы стали подобны нечистым вещам, наши добрые дела, как замаранная одежда. Мы все увидаем, как листья, наши грехи словно ветер уносят нас. Никто не призывает имя твое, никто и не пробует за тебя держаться. Ты от нас отвернулся, отдал нас во власть наших грехов. Но ведь ты, наш Отец, о Господь, мы глина, а ты гончар, все мы творения рук твоих. О, Господь, умерь свой гнев, не вечно помни грехи. Взгляни же. Мы твой народ. Города святые твои стали пустыней, Сион пустыней стал, Иерусалим безлюдной землей. Наш прославленный храм святой, где предки возносили тебе хвалу, теперь сожжен до тла. Все, что было дорого, нам в развалины обращено. Неужели ты стерпишь это, Господь? Неужели будешь молчать, таким мучением нас подвергнешь? Глава 65 Я открылся тем, кто об этом не просил. Я давал найти меня тем, кто не искал меня. Я здесь, я здесь, говорил я народу, который не призывал имя мое. Целый день простирал я руки к непокорному народу, к людям, что идут по дурному пути, следуя желаниям своим, к народу, что постоянно оскорбляет меня в лицо, к людям, которые приносят жертвы в рощах, на кирпичах благовония сжигают, сидят в гробницах, в потаенных местах ночуют, пожирают свинину, варево мерзкое готовят в котлах, говорят «Держись подальше от меня! Не приближайся, я для тебя свят!» Все это как дым, раздражающий мое обоняние, как огонь, что целый день полыхает. Записано это предо мною. «Я не стану молчать, отплачу, сполна отплачу я им, и за их грехи, и за грехи их отцов», говорит Господь. «Ведь они совершали воскурение на горах, на холмах позорили меня. Я сполна отмерю им воздаяние за их былые дела». Так говорит Господь. О грозде, в которой есть сок, скажут «Не губите ее, в ней благословение». Так и я поступлю. Погублю не всех ради рабов моих. Я дарую Иакову потомство, Иуде потомка дарую, властителя моих гор. На них будут властвовать избранные мои, рабы мои будут там обитать. Для народа моего, который ко мне взывает, станет Сарон, пастбищем овечьим, долина Ахор, местом, где коровы лежат. «А вы, те, кто Господа оставил и забыл гору мою святую, кто накрывает стол для гада, наливает приправленное вино для мини, я обреку вас на смерть от меча, поставят вас всех на колени и зарубят». Ибо звал я, но вы не отвечали. Я говорил, но не слушали вы. Вы творили дела ненавистные мне, избрали то, чего я не желаю. Поэтому так говорит Господь Бог. «Рабы мои будут есть, а вы голодать. Рабы мои будут пить, а вы страдать от жажды. Возрадуются рабы мои, а вас ждет позор. Станут рабы мои ликовать, весельем наполнятся их сердца, а вы завопите, сердца ваши мука пронзит. Зарыдаете вы, сокрушен будет ваш дух. Ваше имя останется у избранных моих, как проклятие. Господь Бог предаст вас смерти, а рабам своим наречет другое имя. И всякий человек на земле, кто будет призывать на себя благословение, воззовет к Богу верному, и всякий человек на земле, кто будет давать клятву, поклянется Богом верным. Прежние скорби забыты, больше нет их пред взором моим. Теперь сотворю я новое небо и новую землю. То, что прежде было, не вспомнится больше, на ум не придет. Радуйтесь же и ликуйте вовек, глядя на дела, что я совершаю. Теперь я сотворю и Иерусалим ликование, сотворю в нем народ радость. И буду я ликовать об Иерусалиме, стану радоваться о моем народе. Уже никогда не будет там слышно ни плача, ни крика. Там не будут умирать младенцы, ни один старик не умрет, не достигнув полноты своих дней. Если кто умрет в сто лет, сочтут, что молодым умер, а того, кто не дожил до ста, а того, кто не дожил до ста, проклятым сочтут. Построят они дома и сами станут в них жить, виноград посадят и сами вкусят плоды. Не будет так, чтобы строили они, а в домах этих жили другие. Не будет так, чтобы сажали они, а другие поедали плоды. Долголетен, как дерево, будет мой народ. Избранные мои станут сами пользоваться всем, что создадут. Не будут они трудиться напрасно и рожать детей, обреченных на несчастье. Они племя, благословенное Господом, и они, и потомки их. Еще раньше, чем они ко мне воззовут, я отвечу, еще не умолкли они, я уже услышал их. Волк и ягненок будут пастись вместе, будет лев словно бык солом уживать, а змея питаться пылью. Зла и вреда уже не станут творить на моей святой горе. Говорит Господь. Глава 66. Так говорит Господь. Небо — престол мой, земля — подножие для меня. Какой же дом вы можете мне построить, какое место достойно, чтобы я там пребывал? Все было создано моей рукой. Вот так все возникло. Говорит Господь. Я обращаю свой взор на того, кто беден, смирен и трепещет пред словом моим. Приносящий в жертву быка таков же, как убийца человека. Совершающий заклание ягненка, таков же, как тот, кто сворачивает шею собаки, делающий хлебное приношение, таков же, как тот, кто жертвует кровь свиньи, творящий памятные воскурения, таков же, как тот, кто идола благословляет. Они сделали выбор. Идут своими путями, любят мерзости свои. И я сделаю выбор. Обреку их на мучения, пошлю им то, чего они страшились. Я звал, но никто не отвечал мне. Я говорил, но не слушали они. Они творили дела ненавистные мне, избрали то, чего я не желаю. Слушайте слово Господа, о, вы и те, кто пред словом его трепещет. Соплеменники ваши, которые вас ненавидят и отвергают вас из-за имени моего, говорят, пусть же Господь прославится, пусть порадует он вас, а мы поглядим. Так вот, они будут посрамлены. В городе громкий шум, доносится шум из храма. Это Господь воздает по заслугам своим врагам. Не успели у нее начаться роды, как она уже от бремени разрешилась. Еще не пришли к ней родовые муки, она уже произвела на свет сына. Кто слышал о таком? Кто видел такое? Разве страна рождается за один день? Разве народ появляется на свет в одночасье? Но дочь Сиона родила сыновей, едва начались схватки. Неужели я, повелев родом начаться, не помогу родить? Говорит Господь. Неужели я, помогающий родить, не дам разрешиться от бремени? Говорит Бог твой. Веселитесь с Девой Иерусалим, радуйтесь о ней все, кто ее любит. Ликуйте с нею все, кто оплакивал ее. И будете вы насыщаться из ее грудей, дарующих утешение, будете кормиться с наслаждением из грудей ее щедрых. Так говорит Господь. «Теперь я пошлю и благоденствие, словно реку, пошлю богатство народов, словно полноводный поток. И будет она кормить вас грудью, носить на руках, на коленях вас нянчить будет. Я утешу вас, как мать своего сына, и Иерусалим для вас утешением станет. Вы увидите, и возрадуются ваши сердца, и ваши тела наполнятся жизнью, как молодая трава. И явится сила Господа на его рабах, а его гнев на врагах его. Господь придет, как огонь, колесница его, словно смерч. Яростным будет отмщение его, его грозный клич, как языки пламени. Огнем и мечом своим Господь совершит суд над всеми живущими, и многие падут от его руки. А те, что входят в сады, осветившись и очистившись, ведомые тем, кто в середине, те, что пожирают свинину, всякую мерзость мышей, все эти люди погибнут, говорит Господь. Я знаю и дела, и помыслы их. Я иду собирать все народы и племена. Они придут и увидят мою славу, и сотворю я среди них знамени. Некоторых из тех, кто уцелел, я отправлю к народам, в Торшиши, в Ливию и в Лидию, где лучники обитают, и в Тувал и в Грецию, в далекие приморские земли, где не слышали обо мне и не видели моей славы. И возвестят они народам славу мою. Тогда ваших соплеменников, что живут среди всех народов, привезут на лошадях и на колесницах, в крытых повозках, на мулах и верблюдах, как дар Господу в Иерусалим на мою святую гору, говорит Господь. Так сыны Израиля несут в чистых сосудах хлебное приношение в храм Господа. А некоторых из них я сделаю священниками и левитами, говорит Господь. «Как новое небо и новая земля, творимые мной, пребудут предо мною, говорит Господь, так пребудет ваше потомство и ваше имя. И каждое новолуние, каждую субботу, все живущие станут приходить и поклоняться мне, говорит Господь. А выходя, все будут видеть трупы людей, восставших против меня. Червь, поедающий их, не умрет, и огонь, сжигающий их, не погаснет, и с отвращением будут взирать на них все живущие». Конец книги пророка Исаии